посетили Я просто чувствую себя как умсно отстал здесь полностью. А вот она. А где моя флешка? Ну, это, наверное, беда не только после мака, наверное. Сейчас, 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 компьютер со съемным носителем. А ты ее откнула, он ее не видит. Другое, да, давай. Ура! Проблема не в компьютере, а не в тебе. Нет, проблема не в тебе. Ой, смотри, нам микрофоны принесли. Берем туда поближе? Да. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Вот целью ранней помощи первой является именно естественные жизненные ситуации и улучшение функционирования ребенка в этих ситуациях. Вторая цель, она не менее важная, повышение качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями, другими людьми, которые ухаживают за ребенком и в целом в семье. И мы здесь должны думать о том и помнить о том, что качественное социальное окружение, качественные отношения ребенка с родителями безусловно создают условия для развития ребенка и для достижения всех целей ранней помощи. Именно качественное социальное окружение, когда ребенок живет в условиях эмоционального благополучия, позволяет ребенку успешно входить в наше общество, учиться каким-то новым навыкам. Третья цель, повышение компетентности родителей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц в вопросах развития и воспитания ребенка. Да, немножко казенный язык, но это язык как раз документов нормативных, которые принят. И эта цель говорит нам о том, что ранняя помощь никогда не направляется только на ребенка. Ранняя помощь направляется всегда в параллели на семью и ребенка. Ранняя помощь, она и впервые вообще в российском законодательстве в целях оказания помощи появилась семья. Семья как таковая в принципе не прописывается нигде как получатель услуг. И в ранней помощи впервые нам удалось таким образом выстроить документы, что у нас всегда ребенок и его семья. И наконец третья цель, включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных контактов ребенка и семьи и подготовка ребенка к включению его в сферу образования. То есть мы говорим о том, что ранняя помощь конечной своей целью видит то, что у нас ребенок является активным участником социального общества. Что он обладает достаточными навыками, компетенциями для того, чтобы взаимодействовать со сверстниками и с другими людьми. И ранняя помощь направляется на то, чтобы помочь ребенку как раз овладевать успешными стратегиями коммуникации, успешными стратегиями социального взаимодействия. Чтобы быть успешным и включенным и участвующим в социальной жизни человеком. Теперь мы, то есть вот эти цели ранней помощи, они как бы являются универсальными. Про какого бы ребенка мы ни говорили. Пришел ребенок в раннюю помощь, у которого есть трудности с коммуникацией, или трудности с движением, или трудности с социальным взаимодействием. Вот эти цели, они являются универсальными. И соответственно, если мы сегодня говорим о помощи детям с расстройством аутистического спектра, мы тоже должны держать в голове именно эти четыре цели. Принципов ранней помощи много, но я здесь выделила, и уверена, что не все выделила, и вы можете добавить. И я ожидаю, что следующие докладчики дополнят этот список, которые являются основными для детей с расстройством аутистического спектра и их семей. В первую очередь, это принцип раннего начала. Не стоит его больше комментировать. Всем понятно, что чем раньше мы выявляем ребенка, у которого есть риск, и начинаем свою помощь, тем более эффективной она будет. Это функциональные направленности, когда мы говорим о том, что все цели, которые мы ставим в индивидуальной программе ранней помощи, направлены на то, чтобы как раз улучшить функционирование ребенка в жизни. Это цели, которые, достижения которых как раз необходимы ребенку в жизни. Это те навыки, которыми он овладеет и пользуются ими каждый день в разных ситуациях. То есть в ранней помощи все-таки функциональная направленность – это то, что мы думаем о том, что ребенок учится чему-то, учится на основе собственной активности, на основе собственного участия, учится тому, что применяет каждый день, и, соответственно, применяя каждый день, тренируется это выполнять все лучше и лучше. Междисциплинарный подход, когда одновременно одной цели достигают и трудятся сразу профессионалы разных специальностей. И как раз для детей с расстройством аутистического спектра это очень актуально, потому что всегда включается в работу команда, специалисты по коммуникации, психолог и, возможно, физический терапевт. Комплексный подход, когда мы не сосредотачиваемся только на каком-то одном направлении, например, выбрали для себя коммуникацию, только коммуникацией занимаемся, это невозможно в данном случае. Комплексный подход, и дальше в моей презентации я это покажу. Интенсивность, длительность и непрерывность – это очень важные принципы. Интенсивность нам говорит о том, что это должно быть много часов в неделю, что все, чему мы учим ребенка, оно пронизывает весь день, что условно задания, в кавычках, которые получают, или инструкции, указания, которые выполняет ребенок, они вписаны в повседневную жизнь, и о них знают вся семья этого ребенка, и за счет этого как раз достигается интенсивность. Я хочу особо отметить ваше внимание, никогда в ранней помощи не работают курсами. Ранняя помощь – это длительный процесс. Если ребенок попал в раннюю помощь, значит он находится в ранней помощи ровно до того момента, когда он переходит в более взрослое состояние. Порядок предоставления услуг ранней помощи, мы видим, он включает в себя несколько этапов, и мы их выделяем пять. Порядок, выявление риска, и здесь вы видите, черта эта не относится к ранней помощи, но ранняя помощь интенсивно способствует построению этого процесса. Вход в раннюю помощь, который подтверждает наличие у ребенка риска, выполнение разных видов оценок, сейчас мы с вами посмотрим дальше, построение индивидуальной программы, ее реализация, и, конечно же, обеспечение перехода и помощь в адаптации ребенку в образовательном учреждении. Выявление риска предполагается, и в некоторых регионах Российской Федерации уже эта система выстраивается, за счет педиатрической службы, которая обеспечивает максимально большой охват всех детей тем, чтобы, ориентируясь либо на красные флажки, либо на скрининговые инструменты, которые предлагаются всем детям, выявлять наличие риска у ребенка развития расстройства аутистического спектра, и, если риск был выявлен, направить соответственно семью в соответствующую службу, а именно в службу ранней помощи. В службе ранней помощи происходит на первом этапе подтверждение риска. Я хочу сказать, что мы знаем опыт в регионах, когда выявляется детей с риском достаточно много, но подтверждается риск именно расстройства аутистического спектра далеко не у всех детей. Поэтому сначала подтверждение риска за счет того, что в службе проводится первичный прием, который является междисциплинарным, на котором присутствуют специалисты педагогической направленности и медицинской, и которые, наблюдая за активностью ребенка и его участием в различных активностях, как раз могут оценить, есть ли у ребенка трудности в каком-то виде активности. Например, трудности в коммуникации, в социальном взаимодействии. Или у него есть трудности в игре, или у него есть трудности в том, как он познает окружающий мир, или у него есть трудности в том, как он понимает указания, или двигается. И также на первичном приеме специалисты пытаются выдвинуть гипотезы, с чем связаны эти трудности. В частности, оценивается окружающая среда, в которой живет ребенок, оценивается по медицинским документам, по медицинским документам и по ответам родителей, состояние здоровья ребенка и особенности функции структуры организма. Мы видим, что первичный прием выстроен в логике международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, так как это, в общем, принято уже делать в большинстве стран мира. Третий этап – это оценки. Мы называем этап междисциплинарной оценки, но на самом деле на этом этапе проводится ряд различных оценок. Основной целью этого этапа как раз дифференциальная диагностика и углубленная оценка уровня развития ребенка. Когда мы подтвердили риск, и ребенок формально, и семья приняты в службу ранней помощи, ну, как водится, написали заявление, да, пришли им, назначили. Дальше проводится дифференциальная диагностика, которая позволяет тот риск, который мы подтвердили, все-таки уточнить, подтвердить гипотезы и вообще выяснить состояние ребенка. В частности, конечно же, происходит оценка зрения и слуха, не обязательно в самой службе, скорее всего, ребенок направляется в соответствующее учреждение. Безусловно, нам не обойтись без консультации невролога и психиатра. Конечно же, это углубленная оценка социальной коммуникации и взаимодействия ребенка и его особенности воведения интересов. Для этого с семьей встречаются несколько раз разные специалисты. Безусловно, это и такой специалист, который работает в службе ранней помощи, как педиатр развития, который обсуждает с семьей вопросы здоровья ребенка. Безусловно, это специалисты могут быть психолог, это может быть педагог, это может быть, если это необходимо, физический терапевт или эрготерапевт, в зависимости от того, какие потребности есть у семьи. К методам дифференциальной диагностики, доступным сейчас именно в Российской Федерации, которые можно приобрести, вы видите, относятся вот эти три метода. Все они являются, собственно, опросниками, которые позволяют, кроме того, что они позволяют заниматься дифференциальной диагностикой, они также позволяют уже выстраивать хороший партнерский диалог с семьей. Также к методам дифференциальной диагностики относится вот такой инструмент, как план диагностического обследования при аутизме. Он тоже доступен и совершенно точно помогает отнести ребенка к категории. Должна сказать, что в ранней помощи мы никогда не устанавливаем диагнозы расстройства аутистического спектра. Мы относим ребенка к какой-то диагностической категории. Мы не имеем права этого диагноза поставить. Но, тем не менее, отнесение ребенка к диагностической категории, обозначение риска словами правильными позволяет нам переходить к правильному построению программы. Углубленная оценка проводится разными методами. Но я вам хочу показать, что существует как пример прекрасный метод. Углубленная оценка для построения индивидуальной программы на основе Денверской модели. Сегодня, я думаю, будут разные программы представленной оценки. В Денверской модели разработаны куррикулумы, которые отвечают как раз задачей комплексности проведения оценки и позволяют достаточно быстро, глубоко и понятно оценить. Мы видим вот этот перечень навыков по следующим областям у ребенка. Естественно, для этого, конечно же, нужно учиться проводить. Конечно, нужно иметь этот куррикулум. И, конечно, нужно иметь наборы материала, которые позволяют это делать. Нужно сказать, что сейчас как раз у нас ведутся, именно сегодня ведутся переговоры с тем, чтобы все-таки в России появились специалисты, тренера, я их так называю, преподаватели Денверской модели, которые все-таки начнут более активно помогать нам осваивать эту программу. На основе проведенных оценок выстраивается индивидуальная программа помощи. И в центре программы, конечно же, находится ребенок и его семья, потому что семья живет с этим ребенком. И мы видим несколько направлений программы. В частности, это, конечно же, развитие функциональных навыков у ребенка. Это, конечно же, поддержка семьи в понимании состояния ребенка, поскольку семья попала в раннюю помощь. И чаще всего это первое место, где она может говорить про то, что у ребенка имеется расстройство аутистического спектра. Мы встречаемся с тяжелыми эмоциональными состояниями. Они требуют, на самом деле, поддержки серьезной в этот момент. Также у нас есть обучение в программу «Должно включаться обучение родителей эффективным стратегиям, как обучение самого ребенка, так и общение с ребенком и взаимодействие с ребенком». И, наконец, в семье обязательно оказывается информационная и ресурсная поддержка родителей. На каждый этот пункт уже сейчас и сегодня мы с вами будем слушать доклады про программы, которые способствуют тому, чтобы решать вот эти задачи и работать в этих направлениях. Как пример, программа ранней помощи для детей с РАС – это как раз Денверская модель раннего вмешательства. Ее действенность подтверждена различными клиническими испытаниями, она рекомендуется. И я надеюсь, что уже не так много времени осталось, все-таки она будет доступна и нашим специалистам в нашей стране. Если говорить о ключевых характеристиках этой программы, они соответствуют принципам ранней помощи. Это и интенсивность, и обучение родителей, и естественная среда, и междисциплинарность, и комплектность. И, что самое главное, измеримость. Почему? Потому что, ну вот комплексность вы видите, это, собственно, те направления, которые включаются в программу работы как цели, и которые прописываются как цели, и эти цели, безусловно, обсуждаются с родителями. И родители понимают, что происходит, и умеют эти цели добиваться, в том числе в естественной жизненной ситуации. Так вот, на самом деле, если мы говорим, да, к родителям перейдем, в этой программе и в любой программе ранней помощи, очень важно работать в партнерстве с родителями через согласование целей программы, через то, что мы обсуждаем все шаги, которые мы делаем, через обсуждение того, как это в повседневной жизни может быть включено в повседневную жизнь, через обучение тому, что родители научаются специально создавать условия, в частности, какие-то предметные рутины, в которых они могут тоже помочь ребенку тренироваться в достижении целей, которые прописаны. Конечно же, это создание программы для обучения родителей, и, конечно же, это уделение времени достаточно большое как раз взаимодействию с родителями, потому что они достигли понимания и умения помогать своему ребенку. То есть, вот тут я хочу остановиться, если мы говорим о том, как происходят встречи специалистов с семьей и ребенком, нужно сказать, что никогда в ранней помощи мы не можем увидеть кабинет, в котором работает один на один специалист с ребенком, и родители никак не включены в эту историю. Всегда родители или семья, они всегда включены, они всегда находятся в кабинете, если это происходит в службе ранней помощи. Если это происходит, и мы сегодня будем знакомиться с еще одной моделью, не в службе ранней помощи, то это какой-то другой способ помочь родителям понять, как учить ребенка. И родители всегда, мы всегда отводим время на то, чтобы проговорить с родителями, как происходит продвижение по достижению целей. Я хочу обратить ваше внимание на те услуги ранней помощи, которые прописаны, опять же, в этих документах опубликованных, услуги, которые оказываются в рамках индивидуальной программы ранней помощи. И мы видим, что эти услуги, они все соответствуют принципам, и в частности, принципу комплексности, и выбор услуг в каком бы учреждении ни работала служба, образовательном, социальной защите или здравоохранении, в детском саду или прямо в службе. Выбор этих услуг, а соответственно получение финансирования на эти услуги, позволяет соответствовать задачам, которые ставятся в программе. Очень важным этапом является оценка эффективности индивидуальной программы ранней помощи, которая предполагает регулярный мониторинг продвижения ребенка, заполнение так называемых чек-листов на каждом занятии. Я говорю про Денверскую модель, но если это не Денверская модель, то это все равно заполнение чек-листов на каждом занятии, на каждой встрече с семьей, как у нас ребенок выполняет те или иные задания. Это, конечно же, еженедельный анализ прогресса, который мы достигли, и оценка эффективности программы в целом для того, чтобы поставить следующие задачи. Только вот такой качественный регулярный мониторинг позволяет нам отслеживать, насколько мы эффективны в том, что мы делаем с ребенком. Не выполняя такого мониторинга, мы можем работать очень долго, мы можем наобум себе представлять, что мы помогаем ребенку, что у нас ребенок как будто бы начал что-то делать, вот он же смотрит в глаза, как часто специалисты мы слышим говорят, но при этом реально задокументированного прогресса мы никогда не увидим, если мы не будем этого делать. Оценка эффективности индивидуальной программы ранней помощи, она, как правило, оценивается в двух областях, как она влияет на ребенка, как она влияет на семью, и мы видим, что, собственно, влияние на ребенка соответствует целям, которые были прописаны, а это функционирование ребенка в повседневной жизни, насколько оно изменяется и становится более эффективным. Развитие по основным областям ребенка – его здоровье. Если мы говорим про семью, то мы говорим о ее психологическом состоянии, которое стабилизируется, о понимании потребностей ребенка и способности развивать ребенка, и об удовлетворенности той программы, которую они получают. Безусловно, мы не можем работать без того, чтобы думать, если мы работаем в службе ранней помощи, то мы не можем думать о том, куда пойдет ребенок сразу после ранней помощи. Для этого, конечно же, нам необходимы образовательные учреждения, в которых есть качественные модели, куда мы можем передать ребенка, и там продолжится та работа, которую мы начали. И это целый пласт работы специалистов службы ранней помощи, когда мы взаимодействуем с ребенком, взаимодействуем с образовательным учреждением, по разным направлениям, помогая семье и ребенку перейти в образовательное учреждение. Как итог, ранняя помощь позволяет нам, вы видите, с одной стороны сократить время на постановку диагноза ребенку, своевременно начать эффективную помощь, если мы пользуемся программами, которые являются доказанными и исследованными. Мы способствуем улучшению функционирования ребенка и в целом семьи, ее способности жить, развивать и воспитывать этого ребенка. На этом я свой доклад заканчиваю. И уверенно ожидаю следующих докладов, которые будут раскрывать и расшифровывать какие-то этапы оказания ранней помощи, обогащая нас еще дополнительно разными программами и методами, которые можно использовать. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мы вопросы сделаем вообще в конце сессии, перед обедом. Значит, давайте следующий доклад. Мы переходим к Тюшкевичу Светлане Анатольевне. Я приглашаю на сцену. Давайте я помогу пока открыть, наверное, презентацию. Просьба тогда к докладчикам, пробирайтесь заранее, ближе. У вас есть презентация? Вы ее еще не скинули? Давайте. Скажите, пока у нас маленькая замилочка. Все ли еще презентации сбросили? А можете тогда... Нет, мы сейчас начнем читать. Все. Хорошо. Ну ладно, будут маленькие перерывчики. Антивирусная проверка. Ага, дается вам, да? Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представлюсь. Я кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, научная лаборатория Федерального ресурсного центра. Зовут меня Тюшкевич Светлана Анатольевна. И я представляю сегодня доклад, который звучит следующим образом. Использование скрининговых диагностических методик для выявления детей группы риска. Я начну свой доказ с следующего слайда, который я попыталась представить идеальную модель диагностики раз. Собственно говоря, ссылаясь на международный опыт, я выделила три этапа, которые можно первым этапом характеризовать как выявление. И раскрывается этот этап как фиксирование красных флажков. Сегодня это было уже освучено. И представлено еще скрининговыми методами. Второй этап – это такая временная модель. Второй этап – это уточнение, которое представляется нам как уточнение диагностической группы. Я сейчас говорю именно о психолого-педагогическом подходе. И уточнение диагностической группы, которое позволит нам все-таки корректировать и создавать программу вмешательств. И третий этап – это этап описания, где используются разные пробы, тесты, задания, которые позволяют нам описать профиль уже развития ребенка с его сильными и слабыми сторонами в развитии. И мне кажется, что на сегодняшний день, по крайней мере, наш опыт позволяет нам сказать, что очень-очень развит, очень сильный третий этап – этап описания. Ну, по крайней мере, мы встречаемся именно с данным этапом. А вот выявление и уточнение у нас, ну, такие вот нераскрытые этапы. И очень бы хотелось бы, конечно… И мне кажется, в связи с развитием службы ранней помощи мы все-таки выйдем на такую идеальную, мне кажется, с моей стороны, точку зрения, модель диагностики РАС. И так как мой доклад связан именно со скрининговыми методами, да, и скрининговые методы, они представляют собой первый этап – этап выявления. И если красные плажочки – это, ну, наверное, все-таки мы отдадим должное за оценку беспокойства родителей, да, беспокойства специалистов, то скрининговые методы – это все-таки методы, которые нам дают быстрый отбор. Да, я представила, что это от английского слова «to screen» просеивать. Как бы картинка представлена, мне же, да, она так символически это все показывает. Так вот, цель скринингового исследования – это отобрать пациентов для второго, подтверждающего, если мы будем говорить про клиников, или уточняющего, если мы будем говорить про нас, педагогов-психологов, дополнительного этапа диагностики. Итак, скрининговые методы, что они собой представляют? Это такие краткие и легкие в заполнении опросники, вопросники, с одной стороны, а с другой стороны, они легкие еще и в общете, то есть они не должны представлять собой каких-то выраженных затруднений для того, чтобы их провести. Следующие – они не требуют специального обучения. Следующая характеристика – они могут быть использованы широким кругом специалистов, как в области здравоохранения, так и в области образования. И, кроме того, они могут быть еще использованы и родителями. Но не каждый метод может быть скрининговым. Мы должны доверять тому, чего мы делаем, и мы должны понимать, что мы это делаем не зря. Так вот, любой скрининговый метод, он должен пройти, можно так сказать, психометрическую дробилку. И только потом мы уже можем сказать, вот он нам подходит или не подходит. Для этого ученые, специалисты обращают внимание на следующие два критерия, которые, в принципе, они их четыре, но два вот такие, вот они достаточно важные для именно скрининговых исследований. Они должны обладать чувствительностью и специфичностью. Потому что не просто чувствительностью и специфичностью, а достаточно высокими показателями. Так вот, что такое чувствительность и что такое специфичность? Если мы будем задавать вопрос, насколько хорош этот тест при выявлении людей, у которых есть заболевание, то на этот вопрос отвечает такой парамет, как чувствительность. Чувствительность – это способность инструмента давать достоверную оценку наличия данного заболевания. И пример, да, как это проверяется? Например, берется 100 заведомо больных людей с подтвержденным уже диагнозом, да, и использование скринингового инструмента нам позволило выявить 90 человек, да, или, говоря другому, 90%. Тогда мы можем говорить, что 90% – это истинно положительных результатов, и тогда наши чувствительные методы составляют 0,9%. Если мы задаем вопрос, насколько хороший этот тест, правильно исключая людей без заболевания, то на этот вопрос отвечает такой параметр, как специфичность. И на словаре специфичность – это способность инструмента давать достоверную оценку отсутствия данного заболевания. И пример, да, как проверяет на специфичность. Это берется 100 заведомо здоровых людей, использование скринингового инструмента позволяет отвергнуть болезнь у 90 человек. И тогда мы говорим, что 90% у нас истинно отрицательных результатов, то есть специфичность будет достигать 0,9%. И во всем мире, как бы такая международная установка, мы будем доверять тестам, у которых чувствительность и специфичность у нас будет представлять 0,7%. На данном слайде я представила обзор. Это обзор 2014 года в Международном журнале педиатров, который представлял, какие вообще существуют скрининговые методы для раннего выявления. И если мы посмотрим на правую последнюю колонечку, это порядковый номер. Вот я представила, например, с первого и последний, то есть их 28 количества для раннего выявления детей с расстройством аутистического спектра. А дальше слайд показывает, а что же мы имеем на сегодняшний день у нас. Мы имеем, грубо говоря, 4 метода, на которые мы можем опираться и на которые мы можем положиться во время скринингового исследования. В своем докладе я расскажу только про 3 метода, которые наиболее высокочастотные использования их и которые, в принципе, доступны для использования всех специалистов. Первый скрининговый метод, мне кажется, он хорошо всем знаком, это скрининговый метод МЧАТ. Называется он модифицированный скрининговый тест на аутен для детей раннего возраста. Применяется он, он входит, если опять ссылаться на международный опыт, он входит в первую группу скрининговых методов. То есть первая группа скрининговых методов является универсальной и применяется на всеобщей популяции. Этот метод можно использовать на детях от 18 до 30 месяцев. Этот метод самостоятельно заполняется родителям, ну или, собственно говоря, близким ребенку-человеку, который хорошо его знает и как он развивался. Время заполнения составляет 10 минут, и он может показать риск наличия у ребенка расстройства аутистического свектора. Они в коем случае скрининговые методы не говорят о диагностических критериях, они говорят о рисках. И синим цветом показана такая ссылка, где можно войти в нее и запомнить этот тест в онлайн-режиме, и в итоге вам выдаст результат этот тест. Вот здесь у нас результат получился высокий риск. И, собственно говоря, красным я показала, а можно ли мы этому тесту или доверять? Так вот, чувствительность этого теста составляет 0,87, а специфичность 0,99. Достаточно высокие показатели. Следующий я просто привела скриншот, и как это выглядит. То есть этот тест может быть и в электронном варианте, и его можно распечатать, и также давать родителям на заполнение. И этот тест является доступным, общедоступным, и, собственно говоря, что очень хорошо, бесплатным. Следующий, который мы еще знаем о данном тесте, это скрининговый тест КАСТ, опросник расстройства аутистического спектра, дословно перевод. Опять, если мы посмотрим на специфичность для данного теста, то она составила, она выше 0,9%, и специфичность она составляет, в принципе, вообще 100%. В исследовании было показано. Кому предназначен этот опросник? Он предназначен для детей и подростков в возрасте от 1 года до 16 лет. Время заполнения требуется более 15 минут. Этот опросник составлен из 30 описательных характеристик или симптомов, которые во время консультирования заполняются плюсиком или минусиком, есть или нет. И, собственно говоря, симптомы объединяются в 6 групп, которые группируются по проблемам социального взаимодействия, навязчивое движение, телесное чувствительное нарушение, отклонение в общении, нарушение настроения и проблемы с вниманием. Здесь присутствует пороговый балл, больше 15, высокий риск, меньше 15, имеет риск в развитии расстройства аутистического спектра, в наличии расстройства аутистического спектра. Следующий скрининговый метод, это метод, мы его называем СИКИН, приводится он как социально-коммуникативный опросник, применяется он на детях 4 лет, но авторы говорят о том, что ментальный возраст при этом у ребенка должен быть больше 2 лет. Если это меньше 2 лет, то мы не будем говорить о достоверности и надежности, в том, что мы заполняем и применяем. Заполнять родители могут самостоятельно, но здесь я немножечко побольше расскажу, потому что мы с этим опросником имеем достаточно большой опыт. При том, что авторы указывают на самостоятельное заполнение родительным формам СИКИН, все-таки мы склоняемся к тому, что он должен заполняться вместе со специалистами, потому что если по сравнению с опросником МЧАТ, где очень простые вопросы и даются еще примеры, то все-таки СИКИН здесь нужно иногда родителям подавать самому специалисту и рассказывать, что же он заключается в этом вопросе. Поэтому, в принципе, лучше, когда он заполняется совместно. И вопрос относится к трем областям. Это сценное взаимодействие, общение и повторяющийся стереотипное поведение. Чувствительность тоже достаточно очень высока – 0,8% и специфичность 0,7%. И следующий слайд я хочу рассказать о том, что мы провели и проводим, то есть это не конец еще, мы проводим апробацию диагностических инструментов, в данном случае СИКИУ представлены выше, и АДЭС-2 на выборке детей с диагностированными психиатрами диагнозами расстройства аутистического спектра. Это мы так обозвали, на самом деле здесь был представлен спектр. Было проанализировано 43 протокола детей, проходивших обследование на базе лаборатории ФРЦ в рамках одного из научно-исследовательской работы. Возраст детей был от 4 до 15 лет. И какие мы получили результаты? Результаты получились следующие, что в группе детей, имеющих диагноз спектра аутизма, обследованных при помощи первого модуля, а первый модуль мы, наверное, знаем, если не знаем, первый модуль – это применяется для этих детей, которые не используют фразовую речь. Коэффициент корреляции показателей балла по ECQ и ADES2 в первом модуле был очень высокий и положительный, 0,8, при этом достоверность мы видим тоже высокая. То есть мы, значит, можем доверять этим показателям. Второй результат нам показал, что в смешанной группе испытуемых при обследовании разных модулей методики ADES2 коэффициент корреляции, он тоже оказался положительным, хотя не таким высоким, но мы видим, что уровень достоверности тоже составляет меньше 0,05. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что испытуемые, которые были оценены с помощью методики, скрининговой методикой ECQ, как имеющие риск наличия раз набирали, очень высокие, значимые, более высокие баллы по ADES2. И второе результаты корреляционного исследования позволяет рекомендовать использовать данный скрининговый метод, метод ECQ, для первичного выявления детей с расстройством аутистического возраста в возрасте старше 4 лет. И последний слайд. Я завершаю свое выступление. Это статья 2015 года. Она говорит о том, что благодаря распространению скрининговых методик для малышей число рас в Европе стали выявлять намного раньше. И если дети, рожденные в 2002 году, то есть такая пролонгация шла, средний возраст выявления рас составлял 2 года 8 месяцев, то дети, уже рожденные в 2006 году, при пролонгированном исследовании, средний возраст диагностирования рас составлял 2 года 3 месяца. Надеюсь, мы тоже подойдем к этой и даже продвинемся дальше. Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана Анатольевна. Наши хозяева попросили вас оставить презентацию, положить ее в эту папочку. И я для следующего выступления приглашаю сюда, извините, здесь нет имени-отчества, поэтому подскажите, пожалуйста, Баландина и Дворянинова. Можете подсказать? Вероника Владимировна и Оксана Бенедиктовна. Пожалуйста, коллеги, вы уже здесь? Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы поговорить о предикторах реабилитационного прогноза у детей с расстройством аутизмического спектра. Здесь речь пока шла в основном о ранней помощи. Но наш доклад будет посвящен таким более объективным показателям, которые характерны для детей с аутизмом. Исследование, которое сейчас проводится на базе Приволжского исследовательского медицинского университета в городе Нижнем Новгороде, начато не очень давно, около двух лет назад. У нас появился интерес к расстройствам аутизмического спектра. Здесь на слайде представлена наша научная группа, адреса участников научной группы электронной, а также область их работы в исследовании. Если кого-то заинтересует наш доклад, мы всегда готовы к сотрудничеству, к обмену мнениями. Почему же мы заинтересовались этой темой? Очень много исследований в области теологии патогенеза расстройства аутизмического спектра. Огромное количество данных. При этом мы по-прежнему до конца не понимаем, откуда же берется аутизм. В группе расстройства аутизмского спектра очень много различных клинических форм. И, как известно, каждый из этих форм может иметь различные течения и в итоге различный прогноз, различный исход заболевания. Даже внутри одной клинической формы мы зачастую видим очень разные течения и очень разный исход. От практически полной компенсации проявлений до тяжелых состояний инвалидности, когда требуется постоянный уход за ребенком, когда динамика в состоянии, несмотря на наши старания, практически отсутствует. Нашим исследованием методом физиологического кортирования, то есть с использованием количественной электроэнцефалографии, вариабельности сердечного ритма и магнитно-резонансной томографии, мы попробуем сейчас выяснить, какие же объективные показатели у детей с аутизмом помогут нам предсказать, а что же нам ждать от реабилитации и какой реабилитационный потенциал у данного конкретного ребенка. Мы обследовали 40 детей с диагнозом детский аутизм в возрасте от 4 до 8 лет. При обследовании мы использовали план диагностического обследования ADES-2. В нашем исследовании были включены дети, которые обследовались с помощью модуля 1 и модуля 2. Модуль 1 используется без речевых детей или детей с демонстрирующих речь отдельными словами, модуль 2 – дети с фразовой речью. Мы не используем другие модули, просто потому что дети с другим уровнем развития речи не вошли в исследование, не встретили таких детей. Объективные методы – это электроэнцефалография, функциональная структурная магнитно-резонансная томография и исследование в реабилитации ритма сердца. Этот слайд призван преимущественно продемонстрировать, насколько разнообразными были деятели по клиническим проявлениям аутина в обследованной наногруппе. Это были разнообразные уровни развития речи. Модуль 1 – без речи или отдельные слова 70% в 30% детей с фразовой речью. Также диагностическая категория АДЭС-2 была различной. Это был и аутизм, и спектр аутизма. И внутри, на последней диаграмме видно, что даже внутри каждой диагностической категории каждого модуля уровень аутистических проявлений варьировался от низких до высоких проявлений. То есть вроде бы дети были все с одним диагнозом, но на самом деле они были настолько разными. Почему это происходило, мы пытаемся узнать. В первую очередь мы проанализировали биоэлектрогенез головного мозга, то есть анализ энцефалограммы. Было три варианта развития, уровня развития биоэлектрогеноза, опережающий, нормальный и запаздывающий. Как видно из диаграммы для спектра аутизма, то есть для детей с более легкими уровнями проявлений аутизма, было характерно либо нормальное развитие биоэлектрогенеза, либо даже опережающее развитие. А вот у детей с диагностической категорией аутизм все-таки мы видели либо нормальное развитие, либо запаздывание биоэлектрогенеза. Причем по мере роста степени аутистических проявлений мы более часто видели запаздывание биоэлектрогенеза. Кроме того, у детей с выраженным проявлением аутизма 83% случаев, то есть очень часто, встречались острые волны. Это показатель пониженного порога судорожной готовности. Здесь на этом слайде представлены фрагменты энцефалограммы ранее нескольких детей с высоким проявлением аутизма цветом выделены острые волны. Также при более детальном анализе биоэлектрогенеза, а именно исследовании абсолютных значений мощностей, мы выяснили, что у детей с диагностической категорией аутизм высокими и мельными проявлениями альфа-ритм снижен во всех регионах, что не было характерно, например, для детей со спектром аутизма, у которых достоверных различий в региональном распределении абсолютного значения мощностей и ритмов в сравнении со здоровыми детьми выявлено не было. А также мы обнаружили, что в этот ритм достоверно ниже в затылочной зоне, и в этот ритм достоверно выше в паритальной зоне. Клинически интерпретировать эти данные пока сложно, но они вызывают большой интерес. Также большой интерес вызывает, что у детей с низким уровнем развития речи, молодой ладей, и высокими проявлениями аутизма при общем снижении альфа-ритма, который обеспечивает оперативную память, селективное внимание повыше тета- и бета-ритм. Бета-ритм, который отвечает за мыслительную деятельность, за интеллектуальные процессы, и тета-ритм, который отвечает за активность лимбической системы. Почему такое распределение ритмов, пока не ясно. Также мы изучали профиль вегетативной регуляции у детей с аутизмом с помощью исследований вариабельности ритма сердца. По итогам мы получили три группы детей. Самая большая группа, 51% детей, были отнесены к повышенному тонусу симпатической нервной системы. Повышенный тонус симпатической нервной системы характерен преимущественно для тревожных расстройств. У таких детей наблюдался ригидный ритм сердца с постоянной тахикардией. Очень низкий уровень адаптационного потенциала сердечного ритма по отношению к меняющимся условиям среды. А также ухудшение надсегментарного уровня регуляции и невозможность перестраиваться. Эти дети были отнесены в группу риска по развитию нарушения сердечно-сосудистой системы. Потому что существовала постоянная непрекращающаяся перегрузка сердечно-сосудистой системы. Второй кластер – нормальная профилегуляция 37%. И третий кластер – это повышенная активность парасимпатической нервной системы. Это дети, у которых преобладала парасимпатика. Такое характерное для древнодного низкоэнергетического состояния. Можно предположить, что этот тонус также в клинической картине будет связан с игнорированием стрессорных стимулов, с повышением порога адаптации, с повышением порога восприятия стрессорных стимулов и опасности, а также боли. Мы знаем, что есть категория детей с аутизмом, которые ударился и побежал. Они как будто бы не чувствуют боль. Возможно, это связано с повышенной активностью парасимпатической нервной системы, которая и не дает этим стимулам восприниматься в достаточном мире. Соответственно, не дает адекватно реагировать на опасность и повреждения. На этом слайде представлены профили вегетативной регуляции. Вот фрагменты профилей. Снизу мы видим нормальный профиль, а сверху нарушение. Слева демизирует симпатическая нервная система, а справа парасимпатическая. И вот даже просто глазом видно, если не вдаваться в такие узкие подробности, насколько эти профили отличаются. Особенно гиперактивность симпатической нервной системы. Другие особенности вегетативной регуляции у детей с раз по сравнению с группой контроля, то есть с группой здоровых детей. С одной стороны, изменение возрастной динамики в развитии вегетативной нервной системы. При развитии ребенка должны меняться профили регуляции в реальности ритма сердца. Но при сравнении с группой контроля этих показателей мы выявили, что у 4-летних детей с аутизмом индекс вегетативного баланса показывает соотношение симпатической нервной системы, здесь она обозначена буквами LF, к активности парасимпатической нервной системы HF. В 4 года индекс вегетативного баланса у детей с раз достоверно выше, чем в группе контроля. В 5 лет индекс вегетативного баланса у детей с раз опять достоверно выше, чем в группе контроля. Но при этом некоторые показатели, такие как активность парасимпатической нервной системы и интервал РР по отношению ко времени ниже, чем в группе контроля, в 7 лет практически показатели достоверно ниже, чем в группе контроля. Можно сделать вывод, что у детей отсутствует положительная корреляция между вырастом и ростом активности вегетативной нервной системы. Также мы изучали влияние событийного контекста. В группе контроля при изменении окружающей постановки мы видели значимые эффекты в реальности сердечного ритма. У детей сразу эти эффекты отсутствуют, то есть отсутствует свойство адаптации. Если доминирует один профиль вегетативной нервной системы, мы поменяли условия на более спокойные, например, у детей с симпатическим тонусом, но у них продолжается доминировать симпатический тонус. МРТ. Функциональный МРТ, значит, проводил структурный МРТ и функциональный МРТ. Функциональный МРТ мы применяли паразитное осмысление текста. Это была сказка, записанная голосом матери, и фрагменты сказки чередовались с фоновым раздражением коры, тональными звуками. Фрагмент сказки записывался именно с помощью голоса матери, чтобы максимально привлечь внимание ребенка к своему тему, к тексту сказки. На структурный МРТ достаточно часто у 13 детей, поясню, что мы провели МРТ у 25 детей, у 40 с аутизмом, и у 13 из них были обнаружены мелкие кисты и незначительные участки глиозы. Также было характерно при сравнении с показателями здоровых детей, было обнаружено, что для детей с аутизмом характерно увеличение объема толщины некоторых областей мозга. Верхневисочной области справа, лево-нижневисочной области, кудальных отделов левой и средней лобной области, а также лобной верхней теменной области. Вот здесь представлены результаты трактографии, то есть изучение проводящих путей детей с раз. Мы не нашли каких-то явных отклонений в этой области, нормальной ориентации волокон, достоверные признаки нарушения архитектоники волокон отсутствуют. А при функциональной МРТ получились интересные результаты. Это МРТ-ребенок с фразовой речью. Здесь мы видим множественную зону активации в височных долях, небольшие по площади, а также дополнительную зону активации в лобной доле. Зона верники достоверного не выявлено. Это МРТ-ребенок с аутизмом. Здесь есть достоверная зона активации в средней части верхних височных извилин. У предыдущего ребенка была другая локализация зоны в височных извилинах. И также больше справа зона верники не выявлено. Дополнительных очагов активации нет. То есть при функциональной МРТ имеется общей тенденции к высокой разнородности и урядности изменений в группе пациентов с РАС. И асимметричность в увеличении височных извилин в процесс восприятия речи. Для демонстрации этого утверждения следующий пример. Слева мы видим ребенка с группы контроля. И здесь распространена зона нейрональной активности в проекции верхних височных извилин. Индекс лутерализации на ЦО 12 сотых. Индекс лутерализации отражает, насколько различно выражено возбуждение в разных полушариях. А справа мы видим ребенка с РАС. Здесь асимметричная ограничена зона активации в проекции правой верхней височной извилин. Только с одной стороны. И слева нет зоны активации. Индекс лутерализации 0,98. На данный момент, поскольку мы все-таки в середине пути в нашем исследовании, мы не готовы в полной мере выделить предикторы и абитуционные прогнозы объективные. Но мы уже по этим результатам можем выявить, в каких областях мы будем искать. На электроэнцефалограмме это степень биоэлектрогенеза мозга, мощность альфа-ритма и понижение порогов судорожной готовности. Вегетативная нервная система это тонус симпатической пары симпатической нервной системы, мощность спектра вариабельности ритма сердца и способность к адаптивности. То есть события связаны с изменением режимов вегетативной регуляции. А на МРТ это индекс лутерализации, показатель толщины определенных участков коры и распространение зоны активации. В дальнейшем мы будем наблюдать наших пациентов в динамике. И через год от первого обследования мы оценим, как же изменилось их клиническое состояние. И будем совершать попытки скоррелировать изменение состояния, то есть тот реабилитационный потенциал, который мы увидели у ребенка, с объективными изменениями, которые мы увидим на ОЛГ, для реабилитационного сердечного ритма и функциональной магнитно-резонансной тонографии. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Уважаемые коллеги, вот здесь есть стулья, можно пройти сесть. Проходите сюда. Вот здесь место свободное есть и стулья есть. И мы приглашаем для доклада следующего докладчика Ульяна Андреевна Мамохина, город Москва. Применение методики Эйдес для детей раннего возраста в программах ранней помощи детям и семьям. Таким образом мы с вами продвигаемся, собственно, по программам, по этапам оказания помощи детям. Слушайте, а тут акробат есть? Значит, все хорошо у вас. Стрелочкой вниз просто. Стрелочкой вниз. А, у вас. ПДФ, поняла. Ну, давайте. Я просто боюсь, что все съедет, поэтому... Я буду переворачивать. Все готово, да? Хорошо, да. А меня слышно, да? Отлично. Меня зовут Ульяна Андреевна Мамохина. Я младший научный сотрудник научной лаборатории ФРЦ. И я расскажу про применение методики Эйдес для детей раннего и дошкольного возраста. Ну, собственно, для детей, которые попадают в службы ранней помощи. Ну, грубо говоря, в службы первой помощи, в которую они попадают. Ладно. Как получилось, так получилось. Упс. Я думаю, не стоит рассказать про строительство аутистического спектра. Мы тут все собрались, и по видео мы знаем, что это такое. Я хочу показать эту схему, потому что она нам понадобится в дальнейшем. Ее хорошо запомнить так вот визуально. Про то, что при аутизме мы наблюдаем нарушение общения, нарушение социального взаимодействия и повторяющиеся паттерны поведения, интересов и активности. И, собственно, когда мы устраиваем всякую диагностику на предмет аутизма, мы пытаемся найти именно вот эти особенности у детей. Вот. Методика АДЭС, про которую сказали уже несколько раз, я буду рассказывать по второй версии, потому что у меня и Тоддлер модуль есть. Это методика, которая изначально не разрабатывалась, конечно, для служб районной помощи, для использования ее в такой диагностике, тем более для составления каких-то планов работы с детьми. Она больше такая была исследовательская. Но, тем не менее, мы из нее можем вытащить разные результаты, причем как количественные, то есть тот результат, который дает АДЭС в конце, это диагностическая группа, риски наличия аутизма, выраженность аутистических симптомов, так и качественные результаты. И я сейчас хочу обратить внимание на то, что, вероятно, в службах ранней помощи и вообще в службах работы с детьми в плане коррекции это может быть более важным, чем какой-то результат типа диагностической группы. Вот. Ну, тут вкратце представлена информация о методике АДЭС, про то, что в каких возрастах она применяется, и нас будет интересовать в первую очередь вот эти два модуля, потому что в раннем возрасте дети обычно попадают в эти два модуля. Выбор модуля зависит от того, от возраста ребенка и от того, насколько он хорошо владеет речью. Для детей, которые фразовую речь постоянно не используют, ну, а это дети раннего возраста, да, подходит модуль Т или модуль 1 в зависимости от их возраста. До 2,5 лет мы используем модуль Т, после 2,5 лет мы используем модуль 1. Они не очень сильно отличаются, я про них расскажу отдельно, но вы увидите, что они не сильно отличаются. В целом АДЭС это стандартизированная методика, причем стандартизировано в ней все, от материалов, которые вы пользуете, там, каждая игрушка, каждая, там, книжка и так далее, до, там, процедуры проведения и каждого, ну, по сути, поведения самого специалиста во время обследования. При этом для испытуемого, особенно вот, младшие вот эти модули для маленьких детей, они не выглядят как обследование, и это тоже большой плюс для обследования в ранней помощи, потому что для ребенка это выглядит как такая занимательная, часовая игра со специалистом. Ну, посмотрим потом пункты, да, плана, которые входят в эти модули, вы увидите, что это всегда игра. С маленькими детьми мы всегда играем. АДЭС может использоваться с 12 месяцев, это модуль Т, и у него есть ограничения снизу про то, что мы можем использовать алгоритм АДЭСа, если ребенок имеет невербальный ментальный возраст, больше 12 месяцев. Понятно, что если мы используем маленького ребенка в ранней помощи, скорее всего, у него есть какие-то проблемы, он может не попадать под этот критерий, да. При этом авторы методики говорят о том, что вы можете провести методику АДЭС, но не использовать алгоритм. Алгоритм не будет работать, если ребенок имеет невербальный ментальный возраст, ниже. Но при этом провести методику, вытащить из нее какие-то качественные вещи, вы можете все равно. Ну, понятно, как бы, как и с любой другой методикой, вы можете использовать ее, как хотите, просто ничего не считать. Да, в АДЭСе еще хорошо то, что он оценивает именно то, что нам нужно при аутизме, ну, при выявлении аутизма, то есть сфера социального взаимодействия, коммуникации, воображения, игры и всякий повторяющийся паттерн поведения в сенсорной сфере, в моторной сфере. Ну, потом, может, ничего. Вот, LL-модуль Т, который применяется для детей до 2,5 лет. И вот, да, я про то, что говорила, про игру, да, про то, что мы всегда играем. Здесь представлен список заданий, и это все игры. Ну, кроме там реакции на имя, но это такая мелочь, да. То есть свободная игра – это игра, препятствия в игре – это игра, ожидание привычных социальных действий – это игра в куку или в козу, рогату, или во что-то такое, да. Реакция на совместное внимание – это демонстрация игрушки. То есть ребенок находится в постоянном таком игровом взаимодействии, что для него проще в этом возрасте, чем какие-то стандаризированные обычные, да, методы тестирования. Вот. Да, про то, что я не сказала в предыдущем моменте, это то, что адрес предназначен для оценки аутистических проявлений, соответственно, мы с помощью него не оцениваем какие-то другие вещи в развитии ребенка, например, когнитивный уровень, уровень развития моторики. Да, мы всегда используем в ранней помощи, в диагностике не только в ранней помощи, несколько методик, и не стоит использовать адрес как способ оценки вот тех самых вещей. То есть несмотря на то, что там есть, например, этот самый, ну, некоторые задания могут вам помочь оценить когнитивный уровень, не стоит на этом сосредоточиваться, да, не в этом суть. Вот. Да, это про фокус наблюдения в модуле Т. На самом деле, это фокус наблюдения в любом модуле. Да, мы тут оцениваем, на чем мы сосредотачиваемся, да, это на вербальной, вербальной, невербальной коммуникации. Даже если ребенок не использует речь вообще, он может с нами коммуницировать какими-то вокализациями, выражением лица, взглядом в глаза, позой и пантомимикой, целиком, всем телом мимикой. Он может использовать предметы для коммуникации с нами, да, что-то нам передать, показать и так далее. Мы можем оценить все это как коммуникацию. Мы оценим социальное взаимодействие, причем в модуле Т, в отличие от всего остального адреса, мы больше ориентируемся на реакцию ребенка на наше взаимодействие, чем на его, как бы, спонтанное инициирование взаимодействия. Это просто специфика возраста. Но, тем не менее, мы отслеживаем и то, и другое, да, и то, как ребенок инициирует с нами контакты, то, как он откликается на наши стимулы, которые в адресе прессами называются, да, то, как он реагирует на наши действия. Ну, и также мы можем оценить повторяющееся или другое необычное поведение, как в сенсорной сфере, то есть какие-то необычные сенсорные интересы, когда ребенок залипает на каких-то стимулах в разных модальностях, так и повторяющееся поведение тоже в разных сферах. Вот, это пример задания из модуля Т, где показано, как можно игру превратить в задание на вызывание социального взаимодействия. Вот, это задание номер два, оно наступает после того, как мы немножко поиграли. Это, кстати, тоже очень хорошо. Модули Т и модуль 1 начинаются с того, что мы даем ребенку спокойно, свободно поиграть на полу с разными новыми игрушками. Это позволяет ребенку немножко привыкнуть к ситуации. В обследовании всегда присутствуют родители или другого взрослого близки ребенку. И, соответственно, после уже того, как ребенок влился как бы в ситуацию обследования, мы начинаем с ним что-то делать. Вот в этом задании предлагается ребенку вовлечь в игру с этой сортировочной штукой. И, опять же, мы не оцениваем здесь когнитивный компонент. Правильно оставлять, неправильно вообще не важно. В идеале мы, конечно, оценили когнитивный компонент какими-то другими методами немножко раньше, чтобы это все понять. Здесь наша задача в том, чтобы воспрепятствовать ребенку в игре. То есть в какой-то момент, когда он вставляет эти штуки, мы кладем сверху ладошку, и он не может вставить. И мы смотрим, что он делает. То есть что может сделать ребенок в такой ситуации? Он, во-первых, может пытаться понять, что произошло вообще. Он может посмотреть на нас и пытаться там спросить, да, или каким-то жестом, или чем-то еще, выяснить, что такое происходит. Мы про это ничего не говорим, да, мы закрыли и все. Ребенок может, например, попытаться что-то с этим сделать, решить эту проблему, да, причем как таким более интегрированным способом, да, он может у нас посмотреть, чего-то там попросить, опять же, жестом или вокализацией, да, так и менее интегрированным способом. Он может просто взять нашу руку и пытаться ее сдвигать. Вот. Ну и, соответственно, он может обратиться за помощью например, родителям, которые присутствуют в этой же комнате, да, или что-то еще сделать, или просто уйти. И, соответственно, нам предлагается два раза такое сделать и оценить, что мы видели у ребенка в момент этого задания. Тут надо сказать, что в Адосе вот там тут вот написано, да, что есть 11 заданий и 41 пункт в шифровке. Пункты в шифровке не совпадают с заданиями почти никогда. Ну, там есть несколько, которые совпадают. И суть в том, что из одного задания на самом деле мы можем вытянуть сразу несколько пунктов в шифровке, но они обычно такие интегральные, интегративные. Я забыла опять посмотреть, как правильное слово. Вот. Ну, то есть, идея в том, что мы, например, по результатам этого задания мы можем оценить глазной контакт ребенка, но мы не оцениваем его только по результатам этого задания. У нас есть остальные 10 заданий, остальные вообще час взаимодействия, в котором мы можем это оценить. Да, по результатам этого задания мы можем увидеть, что ребенок использует тело другого человека для своих каких-то целей, да, если он убирает нашу руку. Но, опять же, мы не оцениваем его только здесь, мы смотрим это на протяжении всего обследования. Для некоторых заданий есть свой собственный шифр, там гораздо проще все оценить. Это как пример, а это как результат. В модуле Т, в отличие от остального АДЭСа, результат не дается, как уже сказали, мы не даем каких-то диагностических категорий, мы даем в основном такой уровень основания для беспокойства, это калька с английского, поэтому так немножко странно звучит. То есть ребенок может попасть в одну из этих трех групп, и вот нижняя группа, от отсутствия признаков до незначительного уровня, это группа, в которую попадает большинство детей типичного развития. И, соответственно, мы говорим о том, что окей, все вроде как нормально, но при этом не запрещается наблюдать за этим ребенком в дальнейшем, потому что если он зачем-то пришел на обследование, то, наверное, что-то все-таки вызывало беспокойство. Следующие два уровня, это как раз те уровни, куда попадают большинство детей с расстройством аутистического спектра, ну и также в средний уровень могут попасть дети с нетипичным развитием, но не с расстройством аутистического спектра, с какими-то другими нарушениями. И, соответственно, мы можем уже тогда оценивать, что у них именно не так. Это путь такого аутистического расстройства, или это задержки какие-то, там, с надсталости и так далее. В третий, самый верхний тут пункт, например, до высокого уровня, в основном попадают дети с аутистическими расстройствами, и, соответственно, мы можем уже почти наверняка сказать, что у ребенка развивается аутистическое расстройство, и, соответственно, тут рекомендуется не только наблюдение, но и уже внедрение каких-то коррекционных мероприятий. Ну и, соответственно, для детей разного возраста, разного уровня владения речи, есть разные алгоритмы, это не так важно, это важно для обработки результатов. Вот. Это второй модуль, первый модуль, он используется тоже для детей, которые фразовой речью не владеют, но более старшего возраста, то есть больше двух с половиной лет. И мы можем видеть, что вообще задания совпадают, и это тоже игровые задания. Это почти всегда игра, да, это свободная игра, это какие-то игры с, там, пузырями и так далее. Но это для ребенка выглядит как игра, для нас это выглядит как очень строгий, последовательный алгоритм действий. Вот. Опять же, да, вот я, кстати, не сказала про Т-модуль, и про первый модуль, у них есть несколько ограничений на развитие ребенка, еще связанных с тем, что алгоритм не применяется, если у ребенка есть нарушение слуха и зрения, ну, типа там, совсем нарушение, потому что мы не сможем оценить просто, например, он не реагирует на имя, потому что он нас не слышит, потому что у него нарушение слуха, или потому что он не реагирует на имя, как аутист. Вот. И требуется хотя бы небольшая возможность самостоятельного передвижения, потому что иногда мы оцениваем, например, как социальную инициативу или, там, коммуникативную инициативу, то, что ребенок к кому-то подходит, да, к родителю, например, он может подойти. Вот. Если у него нет такой возможности, мы просто не сможем оценить такие инициативы. Вот. И мы не обследуем детей, у которых есть селективный аутизм, это значит, что ребенок не говорит только в той ситуации, в которой мы его пытаемся обследовать. То есть он не говорит только с нами, он не говорит только в нашем учреждении, ну, то есть, или там, сильно хуже говорит. В этом случае, если он не говорит только с вами, можно заменить специалиста, если что. Если он не говорит в учреждении, я не знаю, что ничего не сделаешь. Это, например, задание из модуля 1. Это как раз задание на совместное внимание. И оно тоже привлекательно. Ну, как оно не привлекательно, ребенок сначала не знает о нем. Мы прячем где-нибудь такого кролика. А фишка кролика заключается в том, что если там нажать на кнопку, он еще шевелится. И наша задача посмотреть, как ребенок воспринимает наши намеки на какое-то указание. Мы сначала открываем кролика, когда ребенок не видит. Располагаемся определенным, очень определенным образом относительно кролика и ребенка. И начинаем ему пытаться показать этого кролика. Типа, Вася, посмотри. И преувеличенно, как здесь написано, указываем взглядом. Мы смотрим, может ли ребенок воспринять вот эту нашу инициативу к совместному вниманию только на взгляд. Или нам придется ему пальцем показывать. Вот туда смотри. И, соответственно, для ребенка это не выглядит как обследование. Для ребенка выглядит, как будто мы показываем ему крутую игрушку, а потом мы еще и включаем ее. Вообще весело. И вот для этого задания как раз есть собственная шифровка. Как я говорила, не для всех такое есть, а для этого есть. То есть здесь мы можем прям сразу зашифровать, что произошло по этим критериям. И в модуле 1, как и в остальных модулях, кроме Т, мы получаем уже не просто основание для беспокойства, а мы получаем уже диагностическую группу. Там внизу не видно, но там в черном, в нижнем кружочке это аутизм. Такая группа аутизм, потом есть группа спектра аутизма, и есть группа вне спектра аутизма. Соответственно, наш ребенок попадает в одну из трех этих групп. И помимо этого есть еще степень выровенности аутистических проявлений. Она оценивается по сравнению с детьми того же возраста и уровнем владения речью, уже имеющих диагноз аутизм. То есть ребенок может еще иметь разную выровенность аутистических проявлений. Это как раз те количественные данные, которые мы получаем из АДЭСа. Здесь такой небольшой, ну я, по-моему, это говорила уже, что АДЭС не может использоваться как изолированная методика для диагностики, потому что мы наблюдаем ребенка в течение максимума часа в незнакомой ситуации с незнакомым человеком, и мы не можем утверждать, что он ведет себя так всегда, хотя мы всегда спрашиваем у родителей, насколько типичным было поведение ребенка во время обследования. Если родители говорят, ну совсем вообще не так обычно себя ведет, то это для нас такой знак насторожиться и вообще подумать о том, правомерно ли применять результаты. Ну, обычно ребенок ведет себя примерно так же, как и обычно, да, на обследовании. Вот, и АДЭСа, ну то есть помимо наблюдения в АДЭСе, хорошо бы использовать несколько других методик. Хорошим сочетанием является сочетание АДЭСа с интервью для диагностики аутизма. Это интервью, которое проводится с родителями, и там вы спрашиваете уже про всю жизнь ребенка, про весь анамнез, а, соответственно, получаете гораздо больше данных. И АДЭС не используется изолированным для программ помощи, понятно, потому что АДЭС не оценивает другие сферы развития, он не оценивает когнитивное развитие совсем, он не оценивает там моторное развитие, какие-то еще другие проблемы в других сферах. Вот, поэтому для составления программы нужно использовать тоже несколько методик. Вот, ну а тут просто плюсы про то, что он, опять повтор, да, что он использует, подходит для детей раннего возраста, исследуют разные сферы, и вот там написано, что это количественный и качественный анализ. Вот про количественный я рассказала, да, что есть вот эти вот показатели, а про качественный, ну это тоже пусть останется, ага, вот, а про качественную история такая, что вы во время обследования, вы все фиксируете, вот, что происходит с ребенком, все его вокализации, все его действия, вы наблюдаете его в разных ситуациях, и вы можете оценить не только количество, но и качественно то, как он ведет себя в разных сферах. И, соответственно, для составления индивидуальной программы, например, ранней помощи, да, мы используем не только эту диагностическую категорию, степень выраженности или там рисков, ну и вот это все качественное описание. Обычно хорошо вот это качественное описание после завершения обследования, после проведения обработки, как бы, вложить в некоторое такое заключение, да, тогда у вас будет описание ребенка, которое вы можете перечитать потом, да, вспомнить, и дать какому-то другому специалисту, который с ребенком работает, и который сможет учитывать этот результат в своей работе. Вот, а кроме того, тут есть еще такой пункт работы с родителями. Я говорила, что во время обследования по модулю Т1 и еще два, родители присутствуют в помещении обследования и некоторым образом участвуют во взаимодействии. Мы просим родителя не участвовать особенно сильно, в том плане, что там не давать ребенку команду, что делать, да, там, ну скажи это, ну скажи это, вот так некоторые вещи делают, да. Но если ребенок обращается к родителю, коммуницирует с ним, родители могут отвечать на это. И вот это присутствие родителей во время обследования, оно полезно тем, что в дальнейшем, когда мы будем рассказывать родителю о результатах обследования, о наших планах, ну, когда мы будем составлять вместе с ними планы, программы, да, развитие, мы сможем уже опираться и показывать вот эти вот, ну, как бы опираться на этот опыт. Вот помните, когда мы делали это, там, Ваня сделал так-то и так-то, вот. Вот это была проблема, да, например, и вот с этим мы будем работать. Или вот помните, а вот там Ваня хорошо там что-то сделал, да. Ну, в таком духе, да, родители присутствуют во время обследования, и ему гораздо понятнее, что происходит. Иногда родители впервые во время обследования видят, что их ребенок что-то умеет делать. Это вообще очень круто. Хотя это тогда мы говорим о том, что ребенок вел себя нетипично во время обследования. Только в другую сторону, не в плохую, а в хорошую. Вот, и, соответственно, вот это вещи, которые, да, помогают нам в составлении программы ранней помощи и так далее. А здесь я хочу привести пример, он, правда, не очень из ранней помощи, потому что ребенку 5 лет. И этот ребенок, он нас заинтересовал, потому что у него есть диагноз детский аутизм, тема от психиатра, а по АДЕСу у него нет аутизма. То есть он не попал в группу аутизма. И тут нельзя говорить о том, что кто-то из нас ошибся, потому что мы все-таки психиатр оценивает одно, мы оцениваем немножко другое. Ну вот, не хотелось бы говорить психиатру, что он ошибся. Вот, а мы хотели посмотреть, в чем дело, да, почему такая разница происходит, и ребенок на самом деле, как бы, производит впечатление аутиста на первый взгляд. Вот, и здесь вот представлены внизу, это те шкалы, которые АДЕС вообще дает. Это, правда, такой сырой балл, это темным, это процент от максимального балла в этой шкале, который ребенок, как бы, набрал. Чем больше балл, тем больше, как бы, аутистические проявления в этой шкале. В алгоритме учитываются только речи общения, социальное взаимодействие и стереотипные формы поведения, это А, Б и Д. Вот, и мы можем видеть, что у этого ребенка вообще ноль баллов в стереотипном форме поведения, то есть у него нет никаких стереотипных форм поведения, не было отмечено во время обследования. Да, опять же, может быть, они были в другое время. Да, и самая большая трудность у него возникает в пункте, который называется речи общения. Вот, да, поскольку мы никогда не обследуем только методик РАДОС, у нас есть такой козырь, у нас есть ПЭП. Этот ребенок был обследован еще и ПЭПом. Я не знаю, сегодня будут говорить про ПЭП или нет, это диагностическая методика, которая позволяет оценить уровень развития различных ребенка в различных шкалах, как подходит для дошкольников, для детей раннего возраста. И здесь мы можем увидеть, вот там сбоку... Вот прям последняя фраза, да? Сбоку это возраст в месяцах, возрастной эквивалент развития этого ребенка. Ребенка 5 лет, напоминаю, максимальный возраст 30 месяцев. То есть мы видим, что ребенок задержан, да, в развитии, но мы видим огромный провал в экспрессивной речи. То есть, по сути, мы видим ребенка, который задержан, но очень неравнобенно в плане экспрессивной речи. И вероятно, что вот эта вот проблема, да, в речи и общении, они связаны с этим. Если мы посмотрим на протокол этого ребенка, ну, вот прям то, что мы записали, мы записали, в чем проблема. Проблема в том, что ребенок никогда не использовал никакие вокализации, вербализации, когда пытался с нами общаться. никогда не направлял эти вокализации к какому-то человеку и так далее. Соответственно, если мы будем строить здесь программу какой-то помощи, первое наше мишень будет как раз речь и общение. То есть мы не будем говорить о баутистических чертах каких-то, мы не будем говорить, мы совсем не будем корректировать повторяющийся поведение, потому что его нет. Мы направимся на речь и общение и, скорее всего, введем какое-то альтернативное средство коммуникации, потому что, очевидно, речь не дается. Это просто как пример. Да, это так. А это спасибо за внимание. Большое спасибо. Сейчас мы с вами, немножечко у нас изменяется программа и свой доклад представит Светлана Владимировна Гусева из Тулы. Доклад будет посвящен региональной практике ранней помощи детям с рас и их семьям. То есть мы от представления того, как мы выявляем детей, как мы проводим диагностику, сейчас остановимся с вами на особенностях региональных программ, что невероятно важно, потому что без региональной программы не выставит ничего. Ни выявление, ни диагностика. У нас будут просто отдельные очаги. Где-то выявляют, где-то проводят диагностику, а дальше вообще могут даже и без программ ставить. И после этого доклада мы с вами перейдем к теме, вообще к блоку программы, которая говорит нашей программы о программах помощи детям. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас очень пестрая палитра представленных сообщений. Я вот креню в другую сторону, обобщаю на уровне региона то, что в течение более чем 10 лет, вообще строго говоря 20 лет, делается поэтапно в своей какой-то логике, логике субъекта федерации. Но, безусловно, в этом отражаются и общие процессы в нашей стране. Ну, давайте попробуем посмотреть. Я представляю здесь некоммерческую организацию, и сразу хочу сказать, что у нас такая своя обычная роль. То есть мы фактически стали ну, такими проводниками, что ли, идеи ранней помощи в регионе, до некоторой степени экспертами, да? Но не в том смысле, что мы что-то там проверяем, мониторим, а вот пытаемся в современные методы распространять и внедрять. Но для начала, давайте просто посмотрим на эту картинку. Она отражает определенную логику, вот такую закономерную, отчасти субъективную для региона, логику развития ранней помощи. Теперь уже можно точно сказать, как системы. И вот вы можете увидеть внизу, что все начиналось именно с структуры, которая на базе муниципального центра, вот уже 20 лет, занимается детьми с аутизмом. Там порядка 140 детей разного возраста. И постепенно, совершенно естественно, возникла необходимость, потребность развивать раннюю помощь. И вот так случилось, что здесь сидит представитель, эксперт фонда «Обнаженные сердца» Святослав Добня. Фонд нам оказал огромную помощь на этапе развития ранней помощи, особенно на раннем этапе. Вот тут отражено создание лейкотеки. Лейкотеки, вы знаете, были не из первых форм ранней помощи. Причем там занимались у нас не только дети с аутизмом, с разными нарушениями. Ну и дальше, вот смотрите, тут есть какие-то такие вихи, ну, например, из групп для детей, ну, фактически раннего возраста, двух с половиной лет, выросла общественная организация, теперь очень известная в России, маленькая страна, а мы есть. Потом поэтапно как-то так вот этот вирус в хорошем смысле распространялся дальше. В Центре детской психоневрологии был открыт Центр раннего вмешательства. Ну и вот, собственно, мы хотели дальше развиваться, поэтому из Центра отпочкалось, если можно так сказать, некоммерческое партнерство профессиональное. Мы начали активно развивать раннюю помощь. В основном, скажу честно, для детей с аутистическими расстройствами, ну, потому что мы уже видели, отчетливо видели, насколько важно рано начинать. Ну и, естественно, благодаря тому, что появилась в это время, ну, чуть позже, концепция развития ранней помощи в Российской Федерации, мы очень воодушевились, ибо тут предлагается и вменяется в обязанности регионам развивать системную раннюю помощь, ориентированную на самые современные подходы, семейно-центрированные и функционально ориентированные, и нам показалось это, извините, скажу грубо, чертовски привлекательным, и нам захотелось вот все это дело создать. Вот здесь я не буду, можете посмотреть, просто оглядеть, как мы для себя три года назад определили ориентиры по созданию, постановлению региональной системы ранней помощи. Я хочу подчеркнуть, что для нас было важно создавать действительно новую инновационную раннюю помощь в соответствии с концепцией, но при этом сохранить в порядке преемственности и существенной модернизации работу служб, которые в системе образования здравоохранения, службы ранней помощи, но тоже лекотеки, центра раннего вмешательства на этих принципах. Давайте посмотрим, что получается. Вот так выглядит система ранней помощи в регионе, 15 учреждений социальной сферы образования здравоохранения во взаимодействии, наша некоммерческая организация, ибо на базе нашего партнерства тоже создана служба ранней помощи. Вот слева в колонке этапы по соответствии с концепцией и в среде этих этапов наше взаимодействие. То есть то самое пресловутое межведомственное, я люблю больше говорить ведомственное взаимодействие, потому что это взаимодействие и ведомство. И межсекторальные, то есть общественных и государственных организаций. Мне нужно сейчас это пробежать, потому что я на логике могу зависнуть. Смотрите, это понятно, они только выделены здесь, содержат наорганизационные принципы ранней помощи из концепции, которых мы стремимся всячески придерживаться. То есть вот здесь-то и состоит экспертная роль профессиональной некоммерческой организации, которая всячески занудно повторяет, что их нужно придерживаться, отслеживает, помогает. Ну вот как-то так. Сквозной такой вектор для нас необычайно важный, и он сложился действительно из всей практики работы. И центр, из которого вышло партнерство, и нашего партнерства, конечно, взаимодействие. Здесь очень коротко. Центральное ядерное это взаимодействие в семье, между родителем и ребенком. Те самые стимулирующие развитие родительско-детские отношения и то, как выстраивается взаимодействие с ребенком. Безусловно, второй, ну это не уровень, пласт, если можно так сказать, это взаимодействие с ребенком и его семьей специалистов. Без этого, то есть это пронизывающее отношение, как мы взаимодействуем с семьей, с ребенком, так в сущности это будет отражено во взаимодействии внутри семьи. Это, безусловно, взаимодействие внутри междисциплинарной команды, не буду на этом останавливаться, будет много об этом, наверное, говорено. И вот для нас очень важно, это самое межведомственное взаимодействие, скажу по-другому, синхронизация действий и самих служб и ранней помощи и ведомств. Теперь о принципиальных моментах, которые, что называется, удерживаются в фокусе внимания. Это, безусловно, новизна семейно-ориентированного подхода. Ну, вот в такой табличке не претендуя на истину в последней инстанции, мы для себя вот так разложили. Здесь же используется замечательный фильм, который создали Институт раннего вмешательства с красноярцами про эволюцию подходов ранней помощи. Здесь вот так вот просто в табличном виде выглядит, как традиционный подход, ориентированный на ребенка и семейно-центрированный подход. Действительно, не буду останавливаться, сколь важно ориентация на семью в раннем возрасте, то есть в естественном, имманентном ребенку развитии помощи, это, безусловно, важно. Ну и теперь про практику. Поскольку уж мы называем себя проводниками идеи ранней помощи, мы посчитали совершенно необходимым создать службу ранней помощи на базе партнерства, вот ту самую, которая функционирует по принципу ранней помощи, семейно-ориентированной, функционально-ориентированной, командного взаимодействия и так далее. При этом мы взаимодействуем с тремя организациями, нашими давними партнерами и весьма довольны этим взаимодействием, скажу честно. У нас 20, чуть больше в год, третий год у нас принимаем мы детей, буквально там от трех месяцев есть и такая практика, и вот до трех лет, и детей, естественно, с различными нарушениями. Соблюдается там вот этот алгоритм, мы ревностно отслеживаем алгоритм работы с этапами, потому что понимаем, что то, что выстрадано уже, ну и в нашей стране, и безусловно за рубежом, заслуживает всяческого, ну скажем так, внедрения. Вот здесь я позволю себе просто перелеснуть живые картинки из работы этой службы, и теперь сказать вот о чем. Давайте еще вернемся к картинкам. Дело в том, что вот третий год подряд у нас в эту службу, вот 20 я называла детей с различными нарушениями, там и двигательные, и тяжелые сенсорные нарушения стороны зрения, слуха, приходит всегда 3-4 ребенка с аутистическими нарушениями. Причем один ребенок, вот два года подряд один ребенок в прошлом году был 9-месячный. Понятно, что ему невозможно поставить такой диагноз, но по ряду признаков естественно мама обеспокоилась и привела такого ребенка вот в эту службу. И второй момент. В этом году мама привела ребенка год и 3 месяца. Вот эти родители очень включены в идеологию, философию службы ранней помощи в соответствии с концепцией, раннего детского вмешательства. То есть они активно участвуют в работе, в помощи ребенку, в жизни ребенка. Вот создаете самые стимулирующие отношения. Ну и по 2-3 человек у нас в возрасте 2,5-3 лет. Мы, естественно, их берем, потому что, я говорю честно, мы хотим понять, как все это дышит, как все это работает. И я должна вам сказать, я знаю эти исследования, об этом говорили и Татьяна со Славой в своих докладах, что, естественно, наукой доказано, что чем старше возраст ребенка и, соответственно, включение родителей в раннюю помощь, тем сложнее родители взаимодействуют с ребенком. Есть больше сопротивления, больше препятствий. Вот я вам должна сказать, что мы с этим столкнулись. Ну, не просто столкнулись, это закономерно, поэтому мы можем сказать, что так есть. Поэтому работа с родителями постепенно, Лариса Витальевна знает, я к ней постоянно, что называется, пристаю. Давайте попробуем посмотреть, какие подходы будут наиболее эффективными для ранней помощи именно в плане сначала взаимодействия специалист с родителями, а потом так, чтобы сделать наиболее эффективное взаимодействие родителя с ребенком. Потому что в случае с детьми с аутизмом родители не имеют ресурсные в целом. Это тоже научно доказанный факт, а из жизни-то мы точно знаем. И поэтому очень важно, и мы сейчас делаем всяческие акценты на том, чтобы в службах ранней помощи региона работу с родителями делать, в общем-то, одной из семейной ориентированностей, придерживаться всячески. Да, понимаю. Спасибо. Очень помог проект, который поддержал фонд президентских грантов, где мы попрались соединить аутизм-специфичные подходы, которые существуют в службе ранней помощи муниципального центра, где работают интенсивно с группой детей с аутизмом, но не в парадигме семейно-ориентированного подхода. И, собственно, семейно-центрированные подходы, концептуальные. Вот, опять-таки, не претендуя на истину в последней инстанции, так как мы увидели трудности, вот две службы у нас работают, одна в рамках президентского гранта, другая, скажу попроще, в рамках регионального гранта блога некоммерческой организации, и мы постоянно вот между этими двумя службами для всего региона нарабатываем различные, ну, если хотите, ситуации, которые потом распространяем. Так вот, со стороны, конечно же, семейно-ориентированной службы ранней помощи очень большие трудности в плане возможностей, ну, скажем так, отработки аутизм-специфичных подходов, вернее, использования аутизм-специфичных подходов и отработки жизненно важных навыков с ребенком в семейной среде, и это понятно. В то время, как в службах интенсивной помощи ребенку специализированной с аутизмом в муниципальном учреждении сложно выстраивать соотношения с родителями, которые по привычке, чисто психологически привели детей в центр, где с ними проводится какая-то работа. И показываю, и показываю, значит, вот какая-то работа, то есть это индивидуальная и групповая проводится диагностика изначально, и там с группой, целевая группа, это в рамках проекта по президентскому гранту, и вдохновил нас на этот проект, опять же, фонд обнаженные сердца, потому что мы много были на стажировке в Нижнем Новгороде, наши специалисты, и вдохновились этим опытом. Так вот, значит, много индивидуальных и групповых занятий, а вторая задача обследования периодически, консилиума, все это проводится, но вторая важнейшая задача, это вовлечение родителей. Конечно, есть палочка-выручалочка, программа «Рольная пташка», и в эту программу все родители, дети которых проходят вот этот курс, они активно вовлечены. Но я хочу сказать, да, плюс, мы шагнули и дальше, то есть, благодаря грантовской поддержке мы сделали камеру видеонаблюдения вот в тех помещениях, где занимаются дети индивидуально и в группах, а рядышком установили мониторы для того, чтобы родители параллельно на первых парах, не вмешиваясь процесс занятия с детьми, могли смотреть, что делают специалисты, как реагируют их дети. Рядом есть специалисты, которые комментируют все происходящее, таким образом происходит фактическое обучение. Ну, а дальше мы активно используем шире, чем в программе «Ранняя пташка» домашние визиты, для того, чтобы помочь родителям адаптировать свои среды, сделать их более развивающими, домашние, и, конечно же, само взаимодействие выстраивать. Плюс очные дистанционные консультации, которые постоянно ведут специалисты. Ну, важнейший момент, и я все заканчиваю, это прям буквально последний аккорд, потому что он очень важный. Мы все понимаем, здесь сидящие, это люди, которые много учатся, и которые много учат. спасибо и РАФ, и фонду «Обнаженные сердца», и центру «Лечебный педагогик», который нас очень-очень много учит. Так вот, мы убеждены, что основа создания устойчивой системы ранней помощи в регионе, это профессиональный обмен, формирование профессионального сообщества, и вот такой постоянный пристальный интерес к деятельности друг друга, если хотите, в каком-то смысле конкуренция. И мы считаем, что вот то, что проводится такой, ну, для начала, вот видите, мы прошли все четыре модуля в РАФ для специалистов ранней помощи, если говорить в целом о философии раннего детского вмешательства. Мы постоянно находимся на стажировках фонда «Обнаженные сердца» по аутизм специфичным подходом, и широко в этом году благодаря гранту использовали вебинары, консультации, супервизии ведущих специалистов страны, параллельно обучая наших специалистов, для того, чтобы можно было с этим что-то дальше делать. Спасибо. Спасибо, Светлана Владимировна. И у нас дальше в программе ряд докладов, которые раскрывают особенности построения программ помощи детям с расстройством аутистического спектра. И первый доклад, который мы будем слушать, это Святослав Васильевич Довня, он сам представит, о чем он будет говорить. Если вставят в ложку. я не знаю, насколько у меня со шрифтами все не разъедется, потому что я думал, что у меня получится включить компьютер, не получилось, поэтому, если буковки будут кривые, вы на меня не обижайтесь. вот так. Ну вот, наконец-то случилось Я запустил до буковки, поехали Видите, оно все такое будет у вас кривое Но будем надеяться, что хотя бы читабельное Меня зовут Слава Мы работаем обычно с Таней Таня сегодня продолжает, завершает, точнее, четвертый день У нас семинар большой по конкурсу для всей страны Был по коммуникации Соответственно, мы его обычно называем «Есть ли жизнь до и после ПЕКСа?» Потому что как-то так случилось, что в страну ПЕКС пришел А все остальное привезти забыли Поэтому, собственно, для нас очень важно обсуждать Все, и в том числе, что мы делаем с ПЕКСом Дело в том, что мы делаем до ПЕКСа, после ПЕКСа, вместо ПЕКСа и так далее Мы сегодня с вами должны за, ух, 20 минут Проговорить о том, что же нам делать с программами с доказанной эффективностью Для детей маленьких, у которых есть расстройство в детическом спектре Что это значит? Что мы вообще знаем точно работает и помогает То есть мы раньше не знали и могли предполагать, что все утки одинакового цвета И все птицы – это вороны Но сейчас мы знаем, что это не так У нас есть разные птицы, разные утки и разные программы И мы знаем, что часть программ доказала свою эффективность Часть пока не доказала Может быть, докажет в будущем Что доказало свою эффективность? Мы вообще сейчас с вами погружаемся в такую область, которая очень запутанная По нескольким причинам мы дальше будем проговаривать Доказали эффективность программы, которые называют себя поведенческими Что это значит? Это значит, что эти программы нацелены на изменение поведения Не на извлечение аутизма Не на углубление душевных переживаний Или наоборот их снижение Не на гуманизацию Не на много-много чего нет А на изменение поведенческих паттернов Какие это на самом деле паттерны Мы поговорим чуть позже Замечательно коллеги говорили про ЭДОС Которые, собственно, позволяют увидеть те самые поведенческие паттерны Которые лежат в основе расстройства статистического спектра Ну а еще важная штука Эти программы должны основываться на базовых принципах развития То есть люди, которые делают поведенческие программы Должны бы знать вообще логику нормального развития Понимать, что ребенок должен быть в семье в определенные этапы И так далее, и так далее, и так далее То есть это должна быть некоторая комбинация Потому что пробовали чисто методики Основанные на развитии привязанности Исследования за ребенком Семья, вот он маленький, ему пока ничего не надо Не работало Пробовали только поведенческие Посадил, дал, давай, встал, пошел Ну, работает, но не так хорошо И не во все возраста Дальше, что мы знаем, что работает И что доказало свою эффективность Это то, что способствует развитию коммуникации И развитию социального взаимодействия Как вы видите, здесь нет названия программ Нам известно, что работает А вот как вы это сложите Это уже другая история Мы об этом поговорим дальше И насколько мы, возможно, максимально натуралистические Что это значит? Детский сад, дом, еда, одевание, школа Там, где человек живет Дальше у нас Мы с вами здесь собрались Говорить про раннее вмешательство Рано, что такое рано С нуля, с восьми лет, с восемнадцати Ну вот Никогда не поздно Мозг все равно пластичен Даже вот Такие дедушек, как я Все равно можно чему-то пытаться научиться И встроить какую-то информацию В стареющий мозг в том числе Но, как правильно говорили предыдущие докладчики Тем раньше, тем лучше А почему? Потому что, собственно, зон-то пока никаких нет Нет пока речевой зоны Нет пока много-много-много чего Вот раньше думали, что есть такая у детей зона А теперь как-то оказалось нет Потому что она формируется В зависимости от языка формируется Место может менять и так далее Но вот почему мы можем начать все-таки где-то после года Почему пока не получается до года? На самом деле есть ребята в институте Флориды Которые в 9 месяцев умеют ставить Я не умею, мы учимся, смотрим Но мы пока умеем вот это Мы умеем то Смотрите, это график, который показывает то Когда ребенок с расстройством аутистического спектра Смотрит на лицо человека А еще важнее на область глаз Потому что так получается, что ребенок с аутизмом Смотрит скорее на рот, нежели на глаза Ну, мы не знаем почему Но вот так происходит Это графики, которые, собственно, рисуют Озонов Сланда И они делают это на основании работ Извините Эми Клина А эту интерпретацию, собственно, сделал наш очень хороший друг и коллега Аптор ДСМ-5 Брайан Кинг Вот смотрите Вот это вот Ребенок с аутизмом Вот это вот Типично развивающийся ребенок Серенький А типично развивающийся ребенок Вот он где-то в серединке Смотрит, смотрит, смотрит И с голодным возрастом Начинает все чаще смотреть на человека Потому что социально-извангисты становятся все более интересными Ребенок с аутизмом даже чаще смотрит на лицо человека Нежели ребенок без аутизма Потому что у него врожденные рефлексы работают У него все равно лицо человека Самый интересный объект Он устанавливает привязанность Он ищет взрослых и так далее Но вот дальше Да что такое Я буду вам все время мешать Я еще должен обязательно что-нибудь уронить А вот Ребенок с аутизмом Он в определенный момент Начинает интересоваться физическим миром Больше, нежели социальным И есть у нас такая надежда Чем раньше мы вот сюда влезем Тем меньше нам потом придется назад тянуть И мы видим, что правда Когда мы начинаем раньше Мы достигаем большего Не успевают накопиться вторичные штуки Мы раньше думали, что Самопорождающий поведение – часть аутизма Мы раньше думали, что поведенческие трудности – это часть аутизма Мы раньше думали, что то, что не говорит – это часть аутизма Оказалось-то, нет Это наслаивается на трудности социальной коммуникации С которыми ребенок родился И вот как раз вот эту всю шелуху Мы можем убрать нашей программой И, собственно, вот оно Это уже Эми Клина Штука Про физический и, собственно, человеческий мир И получается у нас Вот если мы поведенческие программы Отвечающие тем самым критериям, которые я вам перечислил Начинаем рано То у нас получаются крутые штуки Откройте старый учебник В котором будет написано 75% детей с аутизмом невербальный Откройте новый учебник 25% Посмотрите Ну вот возраст школы – это 5 лет в Штатах Они поэтому собирают 5 лет статистику И, соответственно, у них количество невербальных детей Резко упало С началом ранним Началом периодических программ Резко упало количество детей с тяжелыми периодическими нарушениями И так далее, и так далее, и так далее Появились дети То, чего мы вообще не видели Вот эти 10% рано выявленных Которые не отвечают критериям расстройства аутистического спектра После пребывания в интенсивной поведенческой ранней программе Но у них не пошел аутизм Но они больше не попадают в полный спектр Вот этих всех диагностических критериев Ну и вот так очень классно все это легко Давайте возьмем эти практики И все их будем делать Практики есть Надо просто их применить Легко сказать Сделать нелегко Потому как Мы с вами люди взрослые Мы, соответственно, учимся сложно Мы очень верим своим собственным знаниям и опыту Мы верим старшим коллегам Мы верим учебникам Мы верим всяким там дальше Нашим Просто потому что мы так устроены Вот сказали когда-то в 40-м году Про аутизм в Америке что-то А мы теперь повторяем Долго, долго, долго и печально Про количество нервальных, про количество отставых Про то, что это там Болезнь Или там вдруг кто-то лапнул про прививку в Англии А потом до нас докатилось И мы все никак не можем переключиться И почитать исследования И систематические обзоры Которые это опровергают Ну, соответственно, авторитетные специалисты Тоже, как вы видите, они расходятся во мнениях Вот что делать-то вообще Потому что это все, опять же, красиво Я вот вам сейчас все это вот навешивал Ну вот, ну куда мы Все побежали Что-то будем, соответственно Миллион людей Вам что-то Часть предлагают бесплатно Часть продают Часть входит в ваши поддипломные образования Ничего не понятно А еще стоя совсем сейчас непонятней Потому что появилась куча людей Которые одновременно вам продают Поэтические подходы Бетабавки И туда же какую-нибудь еще методику Просто раннего обучения А туда же еще и, соответственно, энцефалограмму А туда же еще и Какой-нибудь там укол Вытяжки каких-нибудь свиных мозгов Потому что коровью больше нельзя Из-за коровьего вешенства А туда же еще там какой-нибудь натообильчик А туда же еще и массаж языка Или пьявки для развития речи И вообще невозможно А родителям я вообще не знаю Как они, соответственно, ориентируются Вот открывают они русскоязычный интернет И что им делать? И там написано все И всюду Из сайтов, где написано Только то, чего можно верить Их вообще единицы И конференции, на которых Можно вот так прийти и сказать Ну да, вот я по списку могу сказать Этот человек использует доказанные подходы Этот человек использует подход И этот человек использует доказанные подходы Их вообще единицы что делать вот нас всех захлестывает моряков нет как-то мало мы все равно надо как-то искать собственно то что мы со своей стороны пытаемся делать потому что нам так повезло нам нужно брать деньги с родителей со специалистов за то что мы поделимся информации нам как бы легче у нас меньше конфликт интересов мы просто можем выбрать те программы которые мы считаем что вот работают и все наше субъективное мнение в этом море русскоязычной информации наши ориентиры это конечно наши международные партнеры мы считаем что я все эти книжки прочитать не смогу у меня для этого есть те профессора которые меня учат супервизируют направляют и помогают потому что мне нравится идея нашего собственного велосипеда с квадратными колесами но я бы не хотел на нем далеко уехать да поэтому давайте мы попробуем все таки взять чужое сделать лучше потому что наши дети такие же у них такой же растут страутистическую сперту и так далее и так далее и тесто эти подходы на самом деле тот же холдинг который вдруг стал нашей все он же придуман то в америке зачем мы должны за него держаться за старый американский подход который мы собственно сегодняшний день является разновидностью дурного обращения с детьми в той же америке соответственно что мы делаем что мы пытаемся делать у меня еще осталось 9 минут я спешу мы стараемся привлечь международную экспертизу мы стараемся адаптировать и перевести материалы мы стараемся организовать возможности для людей для клинической практики потому что лекция ни к чему не приведет и семинар ни к чему не приведет и все люди посещают семинар и лекции а помощь по-другому оказывать взрослый человек учится тогда когда он своими руками попробовал оказать ну и соответственно чтобы обеспечить какую-то вот эту вот нормальную стратегию обучения взрослых мы обязательно должны проводить супервизию потому что взрослый человек должен вернуться к своему учителю спросить его ты чего меня научил учет не работает и что с этим теперь делать а как это теперь адаптировать ну и так далее и так далее это очень сложно и не сложно потому что мы к сожалению сейчас находимся такой ситуации когда мы не можем платить западным профессорам и наши среднестатистические российские логопед и психолог не может на международную конференцию потому что входной билет 600 евро и соответственно два дня посидеть без еды без материалов и соответственно наша задача вот каким-то образом пытаться привнести за деньги доноров то что собственно сейчас люди не могут получить бесплатно там где они должны получать ну вот соответственно это наш выбор если думать про не вмешательство потому что я бы дальше поговорим почему такой выбор и на самом деле на этом слайде хочу сказать что после прорыва вы увидите очень много моих замечательных коллег про четверых которые будут рассказывать и про программу ассерт и про программу равная пташка и про программу систи и про равную коммуникацию и как его дальше продвигать и я хочу сказать что мне так надо будет интереснее потому что у меня такая задача вам обо всем и ни о чем вот смотрите желтеньким это то что мы выбрали это значит это единственный вариант в данной области это просто вот некоторая методика которую мы выбрали потому что в том числе авторы мы согласились приехать потому что захотелось посмотреть на эрмитаж не взяли с нас денег за то на что нам делать вот да соответственно смотрите не бывает одной программы не просто нет вы можете ключ подобрать к чему угодно один нельзя допустим вот смотрите вы сюда вот можно поставить донор вместо джаспера но он не заменит интенсивную политическую программу и он не заменит правительскую программу и он не заменит правила в детском саду мы когда с вами рассуждаем про вот новые подходы вот здесь написано слово подхода мы у них в знак вопроса стоит мы на самом деле находимся такой ситуации когда куча мы вот привезли всего и непонятно где ящик для инструментов где отвертка где гаечный ключ кому что коза что вообще хвататься много деталей каждая для своего идея что давайте мы по бедности возьмем одну отвертку и будем заколачивать гвозди она работает неплохо потому что нам к сожалению нужно много разных механизмов и смотрите вот ассорт это ящик человек который придумал ассорт не придумал ни одной программы он просто придумал как инструменты вот тот же там тренинг ключевых навыков тот же пехс тоже расписание активностей тоже дискретную пробу просто сложить в одну коробку люди которые привезли или привезли баннер они не придумали ничего есть ящик в который они сложили определенные инструменты это такая путаница есть брендированные программы которые просто лучше проверены люди уже собрали их за вас это не значит что вы можете собирать свою программу это не значит что у нас нет определенного уровня там без без вы не можете проводить политическую программу это все просто связано с потоками финансирования в америке и европе да там допустим что здесь написано раме вмешательство с большой буквы и раме вмешательство с маленькой буквы вот мы когда переводимое вмешательство у нас она всегда одинаково а в америке если с большой буквы это означает что это финансирование программы государственного от 0 до 3 а если с маленькой буквы то это вообще программа помощи для дошкольников и вот эта путаница еще лингвистическая она вот все время нас путает и люди которые привозят нам они иногда приезжают и не видят только часть программы они видят допустим поведенщик видит только поведенческую часть он не видит как логопед подобрал коммуникатор потому что он никак в жизни этого не видел он в америке просто в другом доме сидит не разговаривает он с этим логопедом потому что логопед оплачивается из health insurance а собственно поведенщик из местного рано ну как у нас мы не знаем уже там в школе не знают что сделали с ребенком там в революционном центре часто в америке так же и люди которые к нам приезжают они привозят детали системы и мы должны понимать куда мы эти детали системы вставляем и моя работа это как раз подобрать куда эту деталь вообще пристегнуть ну и классный но с ним бегать по улице это не значит ездить на машине да если мы говорим что мы будем делать программу раннего вмешательства без интенсивной поведенческой программы то это в общем потому что в америке так никто не пробовал там тоже никто такой проверки не проводил хотите попробуйте но это может быть чревато поэтому собственно у нас возникает большая проблема у меня осталось несколько слайдов которые хотя бы все-таки еще успеть показать за оставшиеся три минуты вот например acert это служба которую мы выбрали вполне осознанно в америке большинство поведенческих услуг оказывается частными конторами часть из них сейчас у нас появилась супервизирует наши ресурсные классы учат наших специалистов и так далее частными поведенческими конторами которые услуги указывают услуги на местах а учиться люди в университетах там шли как бы смог на уши да то есть частные компании оказывают услуги населению а университеты учат тех кто оказывает вот служба acert она такая очень необычная для америке они не ходят на дом то в основном они работают в центре почему потому что это очень дорого очень сложно но она сделана для того чтобы учить поведенщиков то есть это вообще маленькая служба в которой 10 детей но специалисты в ней это поведенщики если вы инструктор значит вы на бакалавра учитесь если вы старший инструктор значит вы на магистры учитесь если вы кейс-менеджер значит вы учитесь в докторант если ну и так далее акуладист службы профессора просто кафедра по нашему названному там кафедры специальной педагогики внутри которой учат поведенческих аналитиков мы создали такую же штуку в нижнем новгороде вот это вот аналог американский мы там не дошли до научного центра мы пока создали в нижнем новгороде только кусок для детей и для обучения взрослых она нельзя реплицировать и нельзя сделать в каждом районе она не нужна там она нужна такая одна на регион где люди будут учиться это дорого и это сложный когда люди кричат дайте нам асерт да хорошо возьмите но зачем вам вот весь этот ящик может вы выберете что вам правда нужно и что у вас на что у вас есть деньги применить прямо завтра и соответственно что мы смогли сделать мы смогли сделать но мне кажется что вот такие интенсивные поведенческие группы бесплатные для родителей но во всем случае я не видел других мы видим что в москве семья которая такую роду услуги должна собрать сама за деньги вокруг ребенка мы не пытались посчитать вот так по сайтам просто чтобы сравнить что мы даем собственно семье порядка 60-80 тысяч долларов в год нужно заплатить чтобы собрать сейчас в москве поведенческих услуг вокруг ребенка интенсивных соответствующих стандартам с супервизором со всем остальным дорого и наша задача дать эти потому что заслужены то все они только те у кого есть эти деньги тем более они скорее всего уже вы там их и получают соответственно плюс нам сделать доступны вот это для семей всех которые имеют на это право а второе это сделать базу для обучения специалистов надо сказать что очень внимательно относимся к тому как мы тратим деньги последний слайд и собственно недавно бостон константингу проводил анализ того как социальные инвестиции фунта расходует на что он тратит деньги и вот по нижнему новому это анализ школьного проекта заранее вмешательством сейчас проходит только оценка я думаю что он будет еще больше каждый рубль он каждый год приносит нижнему новгороду рубль назад из того что мы потратили другое дело что система сложная мы людей-то учим там в школе в детском саду еще где-то а рук нет ставок нет тьютеров нет положение не меняется и так далее и так далее то есть я бы не хотел рисовать вообще никаких радушных картинок картинка довольно сложная все держится на человеческом энтузиазме в наших программах все держится просто на том что вот есть света метрофанова она будет рассказывать про крутую службу одну из самых крутых в стране поведенческих служб она просто ее держит вот не знаю на своих руках несет есть там даша жукова которая почему-то вот решила что ей интересно заниматься коммуникации и двигать эти программы бесплатно а последнее что я хочу сказать обещали нам у строителей конференции что вот эта книжка будет бесплатно для скачивания на сайте фрц это программы соответственно для дошкольников с аутизмом здесь небольшой обзор что вот здесь мы сделали осознанно потратив большой кусок бумаги мы перевели dsm-5 постарались сделать это очень аккуратно в это будет легче про мне просто потому что адрес не купить ну реально это просто безумные деньги просто читайте хотя бы dsm-5 и пытайтесь вообще сравнить с теми детьми которые работаете спасибо вам большое и спасибо святослав первая часть нашей работы нашей секции закончено а уважаемые коллеги поскольку доклада впереди много интересных мы начнем минуту в минуту 12 20 прошу всех свое время наверно вернуться всего доброго а Продолжение следует... 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 потому что они устраивают конкурсы для того, чтобы вы могли принять участие в горльной стажировке. А сейчас про программу АСЭП. Очень сложно в рамках 25 минут рассказать и описать весь этот объем работы, который мы выполняем, поэтому я расскажу это глазами одному ребенку. Это одна из гордостей нашего центра. Это ребенок из первого выпуска. Его зовут Гриша. Ему сейчас уже 6 лет. Пришел он к нам в 3 года с половиной. У него аутизм. И был он в нашей программе год с небольшим. Так выглядит наша света. Она в непобедности нашей, как говорит Татьяна Морозова, организована таким образом. Наша цель сделать такое окружение, чтобы педагог в нем был наиболее интересным пятном. Поэтому у нас нет дополнительных плакатов, отвлекающих какие-то надписи, которые не несут никакой информационной помощи детям. Это по меньшей мере бесполезно, но побольше это даже вредно, потому что дети с аутизмом, как правило, отвлекаются на посторонние вещи. Так выглядит наша рестивалка. Справа комната, где мы проводим групповые занятия для родителей. А также стажировки, различные консультации. Так выглядит, наверное, основное место, где находится ребенок. Особенно в свое первое время. Потому что значительная часть занятия ребенка на первоначальном этапе производится в кабинках. Соответственно, там тоже нет никакого разнообразия ни цветового, ни предметного. Там есть колу-стул и, да, это рабочий процесс, там есть педагог, который очень интересен. Так выглядит наша зона расписания активности и зона для групповой деятельности, для групповых занятий. Справа непосредственно представлена фотография организации расписания активностей. Это, кстати, очень эффективная технология для всех детских садов. Где у ребенка есть большое время для свободной деятельности, и расписание активности помогает очень успешно помочь ребенку преодолеть это свободное время, которое не всегда для него является замечательным. Расписание активности структурирует его свободное время и показывает ему на то, чем он должен заниматься в то или иное время. По сути, расписание активности — это структурированный хобби, которым он может заниматься совершенно самостоятельно и без помощи воспитателя. И ребенок, который обладает данной технологией, может в течение 30-40 минут заниматься конструктивной деятельностью, и воспитатель в это время может обратить внимание на других детей в группе. Так выглядит команда для пяти детей из нашего центра. У нас есть жесткая иерархия, а есть кейс-менеджер. Я являюсь кейс-менеджером для пяти детей. У нас есть еще один кейс-менеджер, который отвечает за программы других детей. Кейс-менеджер организует и наполняет все программное содержание каждого ребенка. По сути, он отвечает и за поведенческие технологии, и за гуманитативные технологии, и за академические навыки, самообслуживание, и все, что входит в программу обучения ребенка. Но любой человек не может включать так много информации. Поэтому у нас есть... Ага, все. Не буду углубляться. А кейс-менеджер – это тот человек, который отвечает за программы. Есть старший инструктор, у которого значительная часть работы с детьми, но еще он занимается заполнением документации, которая огромное количество. Есть инструктора, это практические работники, которые осуществляют всей этой программой. А все кейс-менеджеры, старший инструктор и просто инструктор, они осуществляют практическую работу с детьми, но их интенсивность этой работы различна в каждой из работ. Я просто пролистаю этот слайд, потому что я уже сказала об интенсивности программы, и многие принципы были уже озвучены другими выступающими. Что мы используем в качестве оценки? Ви-би-мэп мы используем облаг. Простите, я справлюсь, неправильно я это произношу. Да. Также мы отдельно оцениваем коммуникацию и поведение, потому что невозможно построить предпринимательскую программу без анализа и работы с поведением. Сейчас я непосредственно расскажу о том ребенке, о том фотографии, которого я показала ранее. Это Гриша. Вот это первоначальная его оценка по Ви-би-мэп. Там было достаточно все грустно. В качестве командования он использовал крик, пролзарку, тянул, если что-то надо было. Он не называл ничего. Из вербальной речи были звуки. Причем эти звуки не соотносились ни с какой действительностью, ни с какими предметами, ни с какими активностями. Это было просто их личное повторение чего-то. Я пытаюсь пострелить. У него были серьезные поведенческие проблемы. В частности, самое, наверное, тяжелое было это его высокие религиности. Он очень активно сопротивлялся всем изменениям. А вот сейчас Гриша... Я вам не сказала, что я вам покажу несколько фильмов, чтобы вам было интереснее. Слава, Хелкни, Грис. Вот это Гриша, но это не первые дни. У него просто происходил очень тяжелый процесс адаптации к нам, потому что это совершенно другая структура, отличная от дома. Мы люди, которые предъявляли к нему определенные требования. Я не стала вас пугать фильмами ужасов, поэтому выбрала вот эти кадры, но они замечательно измонстрировались. Соответственно, он не пришел к нам с ПЕКСом, поэтому мы уже его научили. Он не мог играть. Я уже не говоря о том, что он не играл по очереди. Он в количестве никого не хотел включать в свою игру. И все наши покупки всегда уменьшились на СПЕКСе. Играем по очереди. Покажи животное, которое будет... И, соответственно, он очень часто сопротивлялся в наших древнях. И, соответственно, он очень часто сопротивлялся в наших древнях. И потом, помимо того, что он мог просто степать карточки, он все-таки вылазил под стол. Но, мне кажется, это не новости для многих из вас, кто практически занимается с детьми. Что мы используем со всеми детьми, в том числе, что было использовано с Гришей? Это визуальная поддержка. Визуальная поддержка локализации, то есть тех мест, куда осуществлялись переходы. Сначала это было простое расписание. Сначала потом далее мы перешли к более сложному подвесению. Потому что я уже сказала о том, что у него были проблемы с ригидностью. А также мы используем такие технологии, как расписание активности и социальные истории, которые очень полезны в детских садах. В чем заключается содержание программы АСЭРТ? Программа АСЭРТ выделяет 8 блоков, где есть развитие коммуникации, развитие навыков самообслуживания, развитие академических навыков, навыков работы в группе и обязательно в навыке социального взаимодействия. Это что мы используем для развития как вербальной речи, так и понимания речи. Это и гексов-инвикативные таблицы, и сценарий написанные, фразы. Соответственно, мы очень дотошно занимаемся таким направлением диагностики, как, точнее, не анализ поведения. Кроме того, что мы оцениваем каждый день ребенка и все часы его проведения у нас, мы обязательно пишем поведенческие планы, на основании которых мы работаем. Эти поведенческие планы находятся в кабинках каждого ребенка. И каждый специалист, даже вне зависимости от того, как долго он не работал с этим ребенком, может прочитать и увидеть, что и как. А как лучше организовать работу с этим ребенком, чтобы эффективно организовать рабочий процесс. А вот это результаты, полученные в BBMF. Сейчас эти результаты намного выше. То есть первая картинка – это то, что было до, и вторая раскрашенная, замечательная картинка – гордость наша, то, что стало потом. Это Гриша, уже где-то в апреле. Обучение в нашем центре продолжает всего один учебный файл. И это в апреле через год. Он уже совершенно замечательно пользуется коммуникативной доской. И мы не имеем права даже без его спроса, просто эту коммуникативную доску закрывать. Специалист по коммуникации предходил, говорит, что это не так. Гриша, а вы, я взяли твои вопросы, чтобы унести до какого-то нового властья карточки. Так как самостоятельно научилось ставить камер для тех активностей, которые не имеют открытого конкурса. Эти активности могут быть как людьми, так и не имеют. Слышно. Еще потом делать свой счет самостоятельно, не вспомнить, что было больше. Детей сегодня еще повторить не более четырех лет. А кто мне скажет так? Мы сегодня девять лет. Это уже, наверное, ближе в мае, где групповая активность. И он совершенно успешно себя чувствует в этой групповой активности. А это что мы делаем, когда дети заканчивают год обучения у нас? Мы осуществляем помощь при переходах детей в другие дошкольно-образовательные учреждения города Нижнего Новгорода. Для этого мы делаем отцепку переходов в рамку ВИПИМФ и отдаем рекомендации по образовательным маршрутам в департаменте образования города Нижнего Новгорода. Мы делаем диагностику на сформированность навыков ребенка как в индивидуальной форме работы, так и в групповых формах работы. И передаем это на места, то есть в те детские сады, куда пойдет ребенок. Кроме того, мы приглашаем специалистов тех детских садов пройти стажировку у нас и поработать с этим ребенком в рамках нашего центра. Наши дети идут в общеобразовательный дом. Причем я хочу сказать, что наши дети идут в общеобразовательные группы, не имея при этом никаких тьютеров. Те дети, которые поступают в группу компенсирующей направленности, часть детей могла бы оказаться и в общеразвивающих группах, если бы с ними были тьютеры. Это немножечко обидно, конечно, но такова реальность. И, соответственно, есть очень маленькая часть детей, которая все-таки направляется в группы кактовременного пребывания, потому что им до сих пор нужна очень интенсивная программа. А это результаты реализации программы. Я могу сказать, что и девочка, которую вы увидите, и мальчик, это все наши выпускники, и поначалу они были все полностью невербальными. Сейчас я все делаю. На, а снеговый контроль зимой? Да. А грибы собираем? Нет. А Новый год зимой бывает? Это Гриша. Да, это Гриша. И еще раз скажу, Вера, это наши выпускники. Это дети, пришедшие полностью невербальными. По порядку. Гриша, сделай, пожалуйста. И у всех этих детей были средства альтернативной коммуникации. У них был пекст, у них была коммуникационная доска, и у них были сценарии или написанная фраза. Вот это Гриша на празднике 8 марта. Он выступает лично, там сидят родители, и он слышит, что он рассказывает стих своей маме, ему не нужна никакая дополнительная помощь или поддержка. Мне кажется, этим можно гордиться. Спасибо большое. Да, я еще не сказала, я не могу про это сказать. У нас большая команда, которая нам помогает. Это не только наш центр, это и наши американские коллеги Слава и Таня, и Центр поддержки семьи. Спасибо огромное за ваше внимание. Спасибо. Далее. Итак, мы продолжаем наши доклады. Это Диана Алексеевна Лукшанская, пульт Москва, ранняя помощь, помощь семьи, сравнительный анализ программ, ранняя ташка и принят родительских навыков. Спасибо. Диана Алексеевна Лукшанская, пульт Москва, ранняя, пульт Москва, ранняя ташка и принят родительских навыков. Спасибо. Почему мы, достаточно невероятно обращаемся к нашим родителям, почему помощь родителям это достаточно актуальный вопрос, потому что родители... Простите, некрасивый раппиаль. Да, миграция не работает, потому что... Надо, что-то ближе держать. Правильно? Родители испытывают стресс После постановки диагноза ребенка, поиски нужной информации, повышается тревожность по отношению к своему ребенку, трудность развития продуктивного взаимодействия и коммуникации. Также намечается приоритет именно с ребенком, а с семьей, и также верна ослабленная родительская позиция. В городском психологическом центре осуществляются следующие виды помощи. Это родительская группа ранних, ташка и тренинг родительских нагрузок. Это программа интенсивной помощи для детей СТРАСС, АСЕР. Имеется инквизивная группа пространения нового пребывания. И также реализуется модульная программа комплексной психологической поддержки с детям СТРАСС дошкольного возраста. И теперь непосредственно переходим к анализу двух родительских программ, тренинг родительских навыков. Это осуществляется для семьи, воспитывающих здесь нарушения и оставаемого развития. Разработана данная программа с умирной организацией правоохранения АСЕР. Икс, партнерами населения, которая является конь выгод и конь подношения сердца. Программа ведет, или как русская версия, райная ташка. Она подлогнута на национальном общественном муниципальном репритании. Также партнерами Российской Федерации является конь обнаженных сердцем. История составляет тренинг родительских навыков. На сегодняшний момент реализуется или аппаратируется в более чем в большинстве странах мира. В Российской Федерации представлены пилотные программы. И реализуется в трех регионах. В Российской Федерации представлены пилотные программы. В Российской Федерации представлены пилотные программы. Тогда как ранняя пташка, она реализуется в более чем в 10 странах мира, и на сегодняшний момент в более 15 тысяч семей уже прошли данную программу. Методическая программа, учащая в основе данных программ. Тренинг родительских навыков – это джаспер, терапия ключевых реакций, обучение отдельным локом. А ранняя пташка – это сперл, течка. И одна и вторая программа также использует подходы к поддержке желательного поведения или управлению проблемами поведения. Задача, которую ставит предслабор данная программа. Программа СИСТИ – это развитие оптимального взаимодействия родителей и ребенка, укрепление детско-радистских отношений, развитие совместной увлеченности и взаимной коммуникации, уменьшение нежелательного поведения с помощью улучшения навыков по управлению поведением, развитие адаптивных навыков и участия в жизни в семье, развитие навыков управления стрессом, решение проблем, улучшение благополучия родителей в целом. Нужно отметить, что программа «Тренинг родительских навыков» делает акцент на родителей, которые получены, уменьшение справляться со стрессами, которые из этого писали родители. Раним пташкам стали следующей задачей. Поддержка родителей после постановки диагноза. И нужно сказать, что работа раним пташки именно в такой период, она, опять же, наиболее эффективна, она несет колоссальную поддержку родителям в данный момент. Помощь понимания аутизма ребенка, помощь расслоения навыков эффективного взаимодействия с ребенком с целью развития коммуникации, помощь расслоения методик и техник предотвращения и преодоления проблемного поведения ребенка, а также помощь выработки положительного восприятия ребенка. Целевые группы. Тренинг родительских навыков. Здесь могут участвовать родители или законные представители и показания, как правило, для родителей, которые испытывают беспокойство по поводу развития своего ребенка, если родители отмечают какие-то проблемные поведения или отставали в развитии навыков. У ребенка есть партеры риска нарушения, и никакого диагноза не нужно для того, чтобы родители могли принять участие в данной программе. Ранее втажка. Она участвует родителям детей в возрасте от 2 до 7 лет. Здесь я сделаю небольшое вступление. В Великобритании дошкольный возраст – это по 5, до 5 лет. У нас дошкольный возраст до 7 лет, поэтому Российская Федерация, ранее втажка, она юмир до 7 лет. Там дальше идут продолжения. Отвечают родители до 9 лет, ранее втажка, плюс, полюбия до 12 лет. Какие показания? В данном случае родители отмечают проблемы, поведения, трудности в обыдевании навыков, трудности в коммуникации, взаимодействии. Здесь диагноз – раз, он, как правило, должен присутствовать. Состав участников. Здесь у этих двух программ достаточно много общего. Отличие только то, что тренер на трансляции своих навыков может принять чуть больше семей, до 9 семей, тогда как, по крайней, ранее втажка – это от 4 до 6 детей. Как правило, это 1-2 участника от семьи. Также могут участвовать кроме родителей, еще незаконные представители, а также могут участвовать близкие, родственники или просто знакомые люди, которые так или иначе принимают участие в воспитании данного ребенка. Продолжительность программы. Тренинг артистских навыков представляет собой день групповых занятий по 2,5-3 часа, протекающие один раз в неделю или раз в две недели. Также включает день индивидуальных занятий, длительностью 1,5 часа, которые в виде домашних визитов. Ранняя втажка состоит из индивидуальных, информационных встреч, далее возьмем групповых встреч по 2,5 часа раз в неделю, и также имеется 4 домашних визита, письменность 60 минут, и обязательно дополнительная сессия или домашний визит через 3 месяца после окончания программы. Содержание программы тренинг артистских навыков, как вам и чемпионку в совместную деятельность, как помочь чемпионку вовлекаться в совместные занятия и игры, понимание коммуникации, развитие коммуникации, предотвращение проблемного поведения, обучение альтернативам проблемного поведения, пошаговое обучение новым навыкам с использованием минимального уровня помощи и решение проблемы заботы о себе родителям. Раним трон. Ташка имеет следующее содержание. Что такое аутизм, как люди с аутизмом воспринимают мир, развитие коммуникации, полезные техники, помогающие обучению, игрообщение, поддержка коммуникации, визуальная поддержка структуры, ежедневные игровые рутины, анализ поведения, повторяющиеся поведения, особые интересы, навязчивости, с точки гнева, агрессии, польза, страхи, принятие пищи, сон, туалет, правила лечения гигиены. Условия реализации программы. Программы в структуре. Здесь, в принципе, минимальные средства нужны для этого, достаточно стандартное помещение, стулья по количеству участников, двое ведущих, раздаточный материал. Раним ташка. Тулья и столы по количеству участников, нужен экран, нужен компьютер, нужен проектор, ключа, бумага, маркеры, двое ведущих специалистов и обязательно наличие домашней съемки, домашними визитами. Требования к квалификации ведущих. Тренинградских навыков осуществляют специалисты, прошедшие обучение и супервизию под руководством тренера СУСЦИ. В нашем центре два, три, четыре специалиста. Раним ташка. Раним ташка проводит специалисты, прошедшие сертифицированное обучение по программе раним ташкой и имеющие лицензию от Национального общества агуртизма как консихологи-картической центре у нас 14 человек. Итак, доказана эффективность программы. В инструментарии выступают индекс родительского стресса, рейтинговая шкала агуртизма, отчет количества использованных в школе и шкала агуртизма поведения и видят, что родители используют меньше стресса, уменьшим количество слов, расчленных ребенку. И интересно то, что эти изменения они сохраняются в то же время достаточно большого времени. Итак, отзывы. Насколько отзывов о раним ташке? Родители говорят о том, что, во-первых, очень приятно понимать, что родители не одни, но есть еще другие родители, с которыми можно пообщаться, извлечь какой-то опыт. Также, говоря о том, что программа достаточно структурирована, проста, нет ничего лишнего, даются основные цветные стратегии, которые очень эффективны и помогают в дальнейшем работать. Что касается тренинга родительских навыков, сейчас эта программа находится на старе облакации, но, тем не менее, видна облакания, что намечаются улучшения как у ребенка, так и у родителей, эти улучшения замечают и родители, и другие люди. Что касается выброса стратегии родителей, видно, это опросник, когда перед началом занятия подлакания родители дают кейс и просят написать виды стратегии, которые они бы использовали. Поначалу видно, что родители не ориентируются, им сложно определиться, что они бы делали. Тогда, когда по окончании данной программы видно, что родители понимают, что делать. и что дает программа родителей принимать родительских навыков, почувствовать себя понятным, получить поддержку, укрепить родительскую позицию, увидеть своего ребенка, чаще заботиться о соберении, о своей другой стратегии. И выводы, которые вытекают из данных программ, то, что после прохождения родительских программ родители могут сами делать новые, делать это в успешной домашней среде, наблюдая эти качества на украшения и взаимоотношения между ребенками и родителей, и также родители обладают простыми, но эффективными технологиями для женщин. Спасибо. День, а можно вопрос один? Просто много говорят о программах и не очень понятно, где можно получить опыта? Смотрите, вот хороший вопрос, и я хотел прокомментировать, потому что, наверное, вообще не очень понятно, зачем две, зачем они разные. Значит, первое, вот по поводу ранней этажки, почему с ней сложно? Потому что есть большие ограничения британского общества по ее стороне. Они делают жестоко, соблюдать стандарт обучения тренинг. То есть ее нельзя просто взять и передать в масштаб. То есть они сертифицировали двух человек, У меня это все по-русски продавать, можно никогда не по-русски официровать. И, соответственно, это ограничено нашими возможностями набирать группы и сорокнования. И фонд даже на сертифицирования объявляет открытые конкурсы. Если вы отвечаете критериям бесплатно, используете поведенческие методы и так далее, вы можете на сайте вычитать, вы можете поднять на заем. Программа CST специально мы с нами поговорили после аутистской экспедиции в Россию с ней, чтобы сделать что-то вместо ташки. Ну, невозможно, мы не можем охватить. Это нужны родительские программы, их нужно много. Программа CST сделана для тех стран, где диагноз или совсем не ставят, или ставят очень плохо. Поэтому оттуда убрали британская раннеэтажка, она хороша там, где 2 года поставили диагноз. А, собственно, там, где диагноз не поставили ни в 3, ни в 5, ни в 18, там, соответственно, используются такие программы, как чейский. И диагноз не нужен, но беспокойство у людей есть. Она нам подходит в этом смысле, но она имеет другие причины. Она не заменяет там меньше требований к тренерам, там не требуется видео, там меньше требований к домашним визитам, и поэтому мы точно не знаем, как она будет работать. Коллеги рассказывали про адаптацию. ВОЗ, как бы, придумал, но ВОЗ хочет сделать так, чтобы было бесплатно для всех. Он пытается сейчас стоить, да, бесплатный ВОЗ сделан, и так далее. Но посмотрим, будет здорово, если это получится. Потому что не надо, чтобы все люди должны у кого-то делать, если мы не доставали. Извечий гостерал, просто, ну, наверное, чтобы вам был ясный. Эта программа СЕСТИ будет бесплатной, будет доступной в том же месяцах в ближайший год в ближайшие годы. очень много в ближайшие годы. ВОЗ, как бы, в ближайшие годы. здесь можно стоить в бюджет на данный момент. Посмотрите, программа может быть нам как-то противопротив в честь. Да, да, да. Там есть, когда вы можете подавать заявки. Есть программа, если ты, вы понимаете, ГОЗ большая бюрократическая организация. И там свои требования по адаптации не от нас зависит, не можем ее просто взять и вам раздать, потому что они требуют, чтобы мы сначала доказали, что русская версия вообще похожа на... Извините. Спасибо большое. Спасибо большое за комментарий. Коллеги, значит, оказывается, доклады в этой части укоротились какие-то 15 минут, поэтому старайтесь укладываться. Да-да-да, я просто объясняю сейчас. До перерыва мы объяснили, что у нас есть блок докладов на одну тему, продолжающую друг друга и просили вас за ними закончить. То есть у нас сейчас из этого блока два доклада и следующий будет ваш. Итак, Дарья Викторовна Жукова, мы продолжаем блок докладов о программе, о программах помощи детям с РАС, чтобы их не разбивать одно за другой и логично переставить все компоненты. Спасибо большое. Всем добрый день. Меня зовут Дарья Жукова. Я работаю в Центре поддержки семьи в Нижнем Новгороде. И наш центр как раз-таки работает по программе АСЭП с детьми от 3 до 4,5 лет. И я хочу рассказать как мы занимаемся и развитием коммуникации у наших детей и стараемся, чтобы другие даже брались на пример, потому что мы много лет пробуем доказать эффективность. Я хочу начать с видео. Сейчас закручивается презентация. Для чего же мы вообще занимаемся развитием коммуникации? Я хочу показать девочку Таню. Она к нам пришла в прошлом году и вообще никак с нами не контактировала. На принципе, не контактировала даже с родителями. Не выполняла никаких инструкций, не обращала на нас внимания, не взаимодействовала, не играла. Единственное, чем она интересовалась, это были пару машин, наверное. И я покажу, что в итоге получилось, а в дальнейшем расскажу, как. еще раз попробую выучить. выучить. Вам даже досталась такая история. Я сегодня все сломал, видимо, всем. Спасибо вам. Вы обещали всего лишь выронить. Я тогда немножко, наверное, расскажу о нашем центре. Мы также принимаем стажировки как и ресурсный центр в Нижнем Новгороде и к нам через заявки в код можно попасть. Мы работаем и по программе АСЭР. И сейчас коллега, специалист занимается апробацией программы СИСТИ. И также пути, наверное, обучения. Мы работаем по программе Ранние Пташки. То есть, включая про детей, у нас идет пять, наверное, групп. Чем мы еще занимаемся? Мы... У нас есть цепь молодые люди и также все программы, которые мы апробируем с маленькими, пытаемся их еще и апробировать на взрослых и молодых людей. Сутили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И сейчас наконец-то видео про Таню. На этом видео вы увидите, как она использует уже не только коммуникативный доск, но и собственные слова, еще плюс взаимодействие и совместное внимание, над чем работали очень много говорили. Это ее новые слова. Они появились у нее после, наверное, двух месяцев, когда мы использовали дополнительную дополнительную коммуникацию. Сначала мы начали, естественно, с первой фазы ПЕС, дошли до третьей и пришли потом на коммуникативную доску. Сначала мы, естественно, начали с просьб, но в дальнейшем добавляли слова и на просьбу каких-то действий, и на ответы на вопросы. И очень важно знать, почему у нас есть нежелательное поведение. Очень зачастую это как раз зависит от невозможности или от трудности коммуникации. И для детей с аутизмом вы знаете, что это как раз таки для чего дефицит, и какие сложности возникают это нежелательное поведение как раз таки является ключевым коммуникацией является ключевым дефицитом и от невозможности наверное понимать других людей там очень много говорим очень. сложность подойти обратиться чтобы получился диалог подождать в очереди и это все из-за невозможности того, что я не могу сказать что мне трудно подождать что там что-то я хочу или не хочу как мы можем подстроить свою коммуникацию под такой дефицит можем адаптировать свою речь говорить четче говорить короче говорить яснее все знаем что есть различные коммуникации мы можем привлекать внимание мы можем просить мы можем отвечать на вопросы задавать вопросы мы можем делиться эмоцией мы можем комментировать но мы зачастую в работе с детьми у которых есть сложности учим только просить почему-то забывая о других коммуникациях мы для оценки используем матрицу коммуникации возможно очень многие уже знаете как ей пользоваться она есть в электронном варианте ее тоже можно исполнять получать ответы получать диагностику и кроме матрицы коммуникации мы используем еще навыки экспрессивного языка и рецептивного языка потому что рецептивный экспрессивный тоже важно заключается как что я говорю вам сейчас и это мой экспрессивный язык и то что вы меня сейчас слушаете понимаете это рецептивный язык при обучении навыки коммуникации у детей об этом нужно не забывать и вот так выглядит диагностика она очень простая и с помощью нее мы можем посмотреть какие задачи можно поставить для ребенка в развитии экспрессивных навыков и следующее это рецептивный навык как ребенок понимает наши инструкции какие инструкции действий или с подсказками без подсказок а вот сайт здесь как раз экспрессивные навыки оцениваются и можем увидеть какие коммуникативные намерения на какие вопросы ребенок может ответить или задать нам вопросы длина какой фразы с помощью какой формы коммуникации как раз таки общается с нами ребенок и две диагностики которые мы можем совместно использовать они друг от друга может быть зависит итак я хочу сейчас сразу начать у нас время потерялось немножко с прекрасной девчонкой Веры она к нам пришла в сентябре и пришла она к нам вот в таком виде это ее матрица коммуникации вы видите с правой стороны ее нежелательное поведение можете прочитать но она отказывалась очень шумно громко она гидала разбрасывала предмет она пиналась билась головой она могла единственное что попросить продолжение действия которое мы ей предлагали не контактируя с ней вообще никак физически не позволяла дотронуться до нее еще она могла попросить какой-то предмет если ей что-то понравилось она могла попросить какую-то наистоящую часть все видео она пришла к нам целый сентябрь у нас было в таком виде мы ее не могли раздеть она не нормала себя трогать не позволяла нам давать никаких физических подсказок естественно ни о каком дополнительном стратеге коммуникации не речь не шло и начинали мы с ней с тренинга функциональной коммуникации это единственное что мы могли на тот момент сделать и плюс какие-то элементарные перекладывания предметов или вкладывания друг к другу предметов все и следующее видео это два с половиной месяца уже в программе она очень много умеет сейчас покажу сейчас у нее уже третья фаза БЕС начали мы естественно с первой фазы и смотрели на ее результаты по протоколам она привлекает внимание к такому это специально мы ее обучали к тому чтобы она не просто передавала карточку в никуда дотрагивалась до нас и обращала на себя внимание и плюс потом еще передавала карточку она выбирает уже из многих действий игр плюс еще сейчас вы увидите как специалист работает над совместным вниманием то есть то есть не просто она выиграла и убрала еще плюс 10 и получили примечение внимания чтобы она обратила внимание что она играет не сама а позволила поиграть другому человеку и у нас есть групповые занятия перекус и она не садится за стол пока очень сложно садится и мы для начала ее просто совместно вне стола привлекаем к деятельности и постепенно она к концу занятия уже садится за стол и общается с другим человеком может попросить какую-то вкусняшку или педагог который ведет занятия и вот ее матрица на сегодняшний момент то есть у нее добавилось социальный прием способом отказ она может сказать отойди или нет она покачает головой или просто вперед рукой она может попросить много разных действий продолжения действий объектов она может найти новый какой-то предмет попросить его показать другой и у нас получился такой результат света сейчас я хочу показать про следующую девушку это Василиса ей уже 4 года она немножко постарше и она общается в общих нокотин доски вот ее матрица на сентябрь она пришла к нам с навыками она пришла вот она могла указать на какой-то предмет она могла крики или организации показать что она что-то хочет привлечь к себе внимание но в игре она никак не подпускала в себе других людей и отказывалась отказывалась она тоже криком и если мы пропадали и говорили что какое-то занятие закончено то она никак не реагировала и она продолжала спротивляться и требовать вот таким образом какую-то деятельность заниматься это как раз таки вот оценка навыков экспрессивного языка синим это то что у нее было в сентябре и зеленым это то что у сегодняшний момент очень хороший прогресс навыков рецептивного языка у нас немножечко добавилось различных инструкций она понимает больше уже двухступенчатых инструкций она понимает часть тела может показать она может показать объекты предметы и так далее вот и сейчас она общается с помощью конкотин-доски но начинали мы тоже спец для того чтобы научить ее просто что-то попросить и обратиться а потом уже перевели на негативную дозу но спец она была наверное максимум недели она смотрит очень хорошо она может совместно поиграть она пока делает немножко с подсказками потому что у нее добавляются кроме того что есть существительные конкотин-доски еще добавляются различные действия глаголы а сейчас мы работаем над тем чтобы добавить предлоги и использовать уже душе трех сложных фраз подсказки и у нее подсказки у нее появляется подсказка еще и своя собственная речь то есть она может она может сказать да дай хочу и называть некоторые предметы и у нее сейчас смотрите коммуникацию у нее выглядит вот так то есть она очень много говорит с помощью коммуникативной доски и у нее появляется еще очень много социальных взаимодействий с нами и я быстро хочу показать что же говорят родители и как они воспринимают вообще то что мы предлагаем вести какую-то дополнительную коммуникацию для ребенка Вика вообще не говорила то есть у нее только были какие-то звуки в слицании для постороники удилищивания означающие то есть я могла что-то угадать но далеко не всегда просьб она не понимала я ее просьб тоже не понимала то есть очень сложно было догадаться почему плачет чего вообще он хочет когда предложили ПЭКС мне показалось что это очень сложно и для каких-то особо талантливых детей и система может быть очень хорошей замечательной Логика не сможет изучиться потому что я даже не знала как можно ей объяснить что сначала можно карточку взять потом подойти к взрослому и мне казалось это невозможным но в удивлении моему и преподавателю уже с первого урока Вика поняла что нужно делать с карточкой что это удобно и что оказывается можно ну грубо говоря не виться головой в стену а гораздо легче взять карточку и показать себе это тот пирамиду который лежит на руку на шкафу и с ней поиграть мы взяли заслугу пэдс дома тоже все просьбы были только через карточки везде пэдс пэдс брали с собой то есть на прогулку с карточками в путешествии с карточками все было построено на этой папке мы же не можем дома оставить речь свои слова и язык поэтому эта папка это Викины слова Викины речь и когда вы идете гулять тоже нельзя оставить папку дома а потом прийти и начать ей пользоваться везде с этой папкой еще очень важный конечный результат что у Викины появилась речь я считаю что во многом благодаря хотя меня тоже сначала убывало я задавала вопрос мне будет ли это тормозить речь или вообще она не захочет говорить раз тут есть такие удобные картинки речь и коммуникация сейчас хорошие у Вики вот вчера был концерт она дебютировала стих рассказыванный вот когда мы начинали я считала что вот это сложно и сейчас она выступает стольное стихотворение восемь строк это прилично я бы не поверила тогда эмоции мамы она очень много хотела рассказать спасибо большое мои карты простите за технические сложности у нас немножечко технические сложности но мы с ними успешно справляемся тогда я представляю да 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 Ольга Ивановна Азова Москва аудизм и речь ну в общем наверное логично мы тогда сейчас вам продолжим с вами дорогие уважаемые рады всегда встретить с вами на этой есть знакомые я предлагаю сегодня новый доклад он действительно в конверсе выступлений здесь мне смутило что экспрессивный язык лучше все-таки экспрессивная речь но попростите если я что-то не то просто задумайтесь над этим термином может быть это поможет язык и речь ясно все поняла договорились значит я вначале хотел вам сказать несколько слов и вообще начать с того что такое речь коротко не потому что я хочу прочитать лекцию а это необходимо в рамках доклада какая речь сама по себе функция сложная и что без речи с расстройством аутистического ветра ну крайне невозможно и вот то что я буду говорить а вы попытаетесь преломлять на те характеристики речной которые вы знаете ну так вот без речи в общем практически не сопрождается любое действие если мы хотим контактировать с человеком то мы все-таки привлекаем не к тантрическому танцу не к жестам только к жестам не к каким-то суперфиксам хотя мы их используем а все-таки пытаемся обращаться словами соответственно насколько бы бедной наша жизнь не была если бы речи у нас не было эволюция человека она проходила постепенно и в требовании до нашего времени вначале была жестовая речь потом были взгляды потом были рисунки то есть появились первые знаки и конические знаки работала правая полушария то есть появились иероглифы потом появилась уже буква тоже была письменная письмо письменная речь и так далее и вот сейчас практически невозможно представить на ту профессию в которой бы не было задействована речь во всяком случае успешность ее трудно себе представить значит структура речи такая она состоит из мотивации планирования реализации и контроля значит соответственно для того чтобы какая-то деятельность была речь это деятельность нужно обязательно чтобы была потребность во взаимодействии следующее это планирование мы очень интеллектуальные высокорастые люди мы не хотим тратить свой ресурс просто так мы планируем свою деятельность и естественно нацеливаемся на ожидаемый результат думаем про детей с расстройством аутистического спектра как все это непросто реализация соответственно этот процесс направлен на растяжение этой поставленной цели и контроль так уж мы устроены что мы контролируем практически каждое наше действие и хотели бы быть в курсе всего и речь мы не хотим говорить просто так чтобы у этого не было дальше контакта и я очень надеюсь что я сегодня говорю о моих словах будут иметь продолжение ну например в обратной связи и каждый из нас ну нет таких людей которые сейчас нет на социальных сетях вот так вот и на социальных сетях человек пишет какой-то свой пост и дальше ждет ответ и следит есть ли лайки и есть ли комментарии вот и каждое выступление у него же тоже есть если вчера у меня был вебинар и кто-то вот оборотив волшебный мне написал для меня это важно вот мне кажется не важно ну вы же уже что это дело сделали нет человек очень хочет узнать иметь алгоритет функции речи да я могу переходить нет функции речи такие значит номинативная функция это умение называть это собственно слова обобщающая функция умение трогировать предмет по каким-то обобщающим признакам и коммуникативная функция собственно умение общаться с людьми на этих функциях мы сейчас построим практически пирамиду оказания помощи детям с расстройством аутистического спектра но еще чуть-чуть коротко вид речи существует два способа общения это внешняя и внутренняя речь внешняя речь она конечно представляет самое главное это общение между людьми общение слов это мысли эмоции это личность удовлетворять свою потребность и желание так сказать сказать то что он имеет если это диалог то это совместное общение если это монолог то это вид на чьего-то опыта или сообщения чего-то другого внутренняя речь она не такая организованная она отлично очень эмоциональная с собой мы как-то говорим очень эмоционально по разным поводам особенности речи человека таковы то есть когда человек говорит оказывается существенное влияние на восприятие слов собеседника влияет тембр интонация паузы акцентуация скорость и вот то что я сейчас в особых ситуациях то есть я как кто меня слушает часто я практически не пользуюсь никогда конспектом но сейчас я вынуждена потому что у меня нет визуальной подсказки и я боюсь сбиться от того ритма к которому я привыкла вот и все согласитесь приятнее слушать человека если у него милый приятный голос и очень часто когда мы слушаем человека по радио мы себе рисуем этот образ и если он не совпадает с его голосом нас как будто бы это расстраивает но в общем все не безразлично я это имею ввиду дальше с помощью речи мы обозначаем эмоции настроение только опытные лекторы могут скрывать свое отношение к своему внутреннему состоянию или к аудитории существующей какое-то правление это в общем тоже свое родное искусство речь поможет отставить свою позицию в сборе в диспуте почему сейчас очень сложно людям на соцсетях люди не умеют формулировать фразу так чтобы у нее не было однозначного мнения раз и второе у письменной речи не приходится человек не знает с какой эмоцией пишет его визави от этого могут быть разные особенности так вот особенности речи в том что с помощью звучащей речи родители начинают обучать ребенка говорить других способов по сути нет но вот обычные дети нормотипичные дети с помощью слов начинают говорить и передача знаний тоже происходит с помощью речи так это сложилось революционно а значение речи в жизни достаточно прикладной или два это способность к обучению ну вот мы читаем книги для того чтобы получать информируем ну где-то наверное двадцатый слайд попробуем я перехожу туда пробуем двадцатый значит способность к обучению естественно огромная составляющая любой деятельности и узнавая новое мы идем и успешно продвигаемся вперед речь применяется во всех сферах жизни не умея общаться человек практически не может выйти на новый уровень обучения и образования согласитесь это так а также человек получая что-то новое хочет исправить что-то бывшее старое это вполне себе возможно опять с помощью речи если человек опять же будет приобретать новые знания ну вот посмотрите на ранние маркеры аутизма они конечно здесь разные они не специфические и не специфические я говорю про саму уже речь непосредственно что у детей к шести есть отсутствие гуления реакция на свое имя к 7-8 годам ну и последнее прочитаю отсутствие простых драматических конструкций к 3-м годам для нас конечно сигнал но что бы мы ни говорили первое что нам говорят родители это конечно не поведение хотя она тоже волнует но я напоминаю что речь это тоже поведение что родители это так не дефицируют они говорят нам только одно научите говорить какая жалоба мой ребенок не говорит так вот действительно у 70% вообще 70% это логическая цифра 70% аутистов имеют абсолютную слуху учитывать надо коренции 70% детей подвержены функции мозга так работает мозг что очень у многих есть качественные безкочетные энциклограммы так называемые тренды поэтому слушал большой доклад доктор наук и в общем это тоже надо учить ну и вот пожалуйста 70% имеет нарушение речи значит ну отсутствие речи это симптом естественно по которому и обращаются соответственно нам важно очень часто ребенок начинает говорить позже того как отпущено временем то есть как это должно быть в эндогенезе дети могут вести диалоги монологи и даже декларировать стихи но при этом не вступать в коммуникацию отсутствие реакции на других это важное условие стержневым нарушением при аутизме является проблема понимания обращенной речи дети с трудом реагируют на обращенную речь и вообще сложности с аудиальной информацией у меня сейчас несколько родителей обращаются по именно по этому буду так называемые дети с кап относительно успешные дети но которые не могут обучаться в обычных условиях потому что все слушают то что не нужно и вот у наших детей тоже это присутствует сложность с выражением потребности желания большое количество хололин шепотная наоборот громкая речь буквальное понимание речи но все знают что дети плохо понимают намеки шутки плохо понимают сарказм и пример по-моему очень симпатичный это пример когда пишут хороший юмор и мы понимаем что прямое значение хороший юмор но если после этой фразы появится смайлик то юмор сразу становится не совсем хорошим в жизни много таких вещей происходит нашим детям естественно трактовать речь с точки зрения достаточно сложно ну и отсюда они и фигуры не понимают не опираются на оценки голоса и так далее долго усваивают местоимения мая даже слова мама папа говорят во втором лице ты хочешь когда хотят сами ну и так далее уже не будут хотя вот чисто речевые к чему я по образованию логопед я понимаю что логопед единственный специалист по речи и к нему ты будь с речью и с этой точки зрения да у них есть дислолейцы ну могут быть как в обычных детей дислолей но как говорится надо до них дожить а вот с коммуникацией очень многие не занимаются поэтому надо понимать что надо перестраивать свою жизнь и оказывать несколько другого уже воздействия на этих детей так вот в основе вот этого нарушения лежит звуковая травма звуковой вектор отсюда возникает вот эта проблема аудизации и следовательно ребенок отражается отражается от мира снижается его обучаемость способность контакта с окружающими звуковая травма она и тормозит собственно говоря речи нужны речевые навыки которые нужны и не появляются в положенные сроки первые слова и фразы появляются позже снижаются или наоборот слишком рано вот так например в синдроме аспергера они появляются рано но ребенок испытывает сложности коммуникации совершенно с другой стороны он зависает на своем интересе он говорит только по этому поводу ты номинальный объект для коммуникации просто объект и у этих детей большие проблемы в школьном программировании ну а у детей с синдромом Камер наоборот если вы очень долго держите с этой хололеей тут это глагол потому что на них и в помощи детей говорили вероятнее всего но вот существует специализированная диагностика основные источники шкалы англоязычные ну и в конце есть два русскоязычных источника выставляют уровень речевого развития родовики Нелени и второй Елена Михайловна по мастер-кулу вы посмотрите пожалуйста что мы фиксируем какие данные по каким параметрам значит первое что мы говорим про речи-коммуникацию речи-количество слов интонацию эхололин присутствует или нет попытки привлечь внимание стереотипные слова и предложения есть ли диалог присутствует пользуется ребенок не указательным жестом и вообще есть ли у него жесты следующее социальное взаимодействие ну смотрят там в глаза реакция на свое имя откликаются ли на имя совместно ввести и вот тут внимание тут пожалуй надо остановиться когда мы говорим о качестве социальной инициативы как ребенок интеллирует ручь он просто просит игрушку где уходит от коммуникации он просит родителей подтянуть эту игрушку достать что-то смотрит ли у вас глаза может каким-то образом обратить внимание издали жестами звуками как выражает протест только плачет или все-таки может какой-то жест показать вот этот жест педовольства на входе головы и нет и так далее второй критерий это взаимность если ребенку радость наступает коммуникация все так сказать это вроде бы неплохо но коммуникация как мы помним это двусторонняя связь то есть для нас очень важно чтобы ребенок оставался в этой коммуникации да принимает ли он просьбы указания которому выразили словами понял ли он нас может ли он в игре подключиться проявить инициативу или не может как он сам удерживается в этой игре ну и последнее это длинность интеракции то есть какое время тратиться в этой коммуникации ну самое так сказать основное это может ли ребенок в игре например удержаться именно в коммуникативной игре 5 минут это хороший уже будет результат или только он вступает взял получил то что нужно а дальше он пошел играть то что он хотел значит ну вот диагнозы которые мы ставим у себя в центре медицинского центра вагомет ну и в центре коррекции азовый которые возглавляют это нарушение коммуникации речи в структуре первичного дефекта да я понимаю что дефект уже нам не нравится но тогда надо убирать первое слово нарушение просто особенности коммуникации в структуре первичного нарушения так будет проще наверное сколько прописывается 84 но естественно этот диагноз списывается из карты если он уже есть либо пишется об особенности проектирования рецептивной речи напоминаю что это понимание второй диагноз может быть нарушение коммуникации речи в структуре первичного дефекта это расстройки под заключением психиатра ставится число это заключение естественного это не невролог значит очень многие хорошо очень многие родители просят речи соответственно логопеды рвут за что вызывают звуки да и вот все известные системы я не буду их называть потому что я не хочу их критиковать не потому что я такая хорошая они имеют место быть совершенно другого в прошлый раз я бы говорила на этой же конференции о деференциации аутизма лаи и там можно было бы сказать что все что делает спорцевальные речи это для тех за практик нужна именно эта функция и те системы направлены именно на это не работают они на детях с аутизмом если ребенок пришел в поливом поведении так вот не звуки нужно называть нужна и терапия сенсорная интеграция локтайм терапия занятия коммуникативных групп это то что мы предлагаем ну вот соответственно у нас идет аргументация такая что в основе лежит поведение коммуникация без слов есть коммуникация дальше идут новое накопление новых словно-драматических комплексов и регулирующие функции речи это как раз умение пользоваться можно нельзя нет стоит вот так мы в центре помощь детям мы предлагаем такие занятия по нескольку направлениям сегодня я совсем уже не касаюсь не медицинского не психолого психологического не медикаментозного направления но показываю вам какие занятия то есть в каждом из них в начале смотреть доктор потом соответственно расставляем какие-то и вот мои три минуты которые по фильму очень короткие помогите нажать если у ребенка тяжелое речевое нарушение такое как аллалия задержка речевого психического психомоторного развития синдром дефицита внимания и гиперактивность поведенческие и эмоциональные нарушения и сложности коммуникации в структуре аутизма нарушения обработки сенсорной информации сенсорная дезинтеграция двигательные нарушения в структуре детского церебрального паралича различные генетические синдромы то реабилитацию необходимо начинать с работы по сенсомотомной коррекции с работы с телом первыми начинают реабилитационные мероприятия массажисты инструкторы ЛФК и мышечковой стимуляции общий лечебный массаж нужен для улучшения обменных и репаративных процессов восстановление кровотока ЛФК это лечебная физкультура где нагрузка подбирается индивидуально для каждого ребенка а мышечковая стимуляция важна для развития функций мышечка равновесия и баланса далее программа расходится обязательная программа при аутизме включает 4 базовых занятия абитерапия это интенсивная обучающая программа которая основывается на поведенческих технологиях и методах обучения сенсорная интеграция стимулирует способности человека организовывать ощущения испытываемые организмом для совершения движения обучения и нормального поведения флортайм терапия основана на игре и позволяет построить доверительные отношения с ребенком и влиять на его базовые способности ответственные за отношения и мышление и общение занятия в коммуникативных группах способствует развитию общения и взаимодействия с другими людьми у детей с аутизмом первичными являются нарушения коммуникации социального воображения эмоциональные и возможно сенсорные проблемы то есть причины не в истинном нарушении говорения а в умении применить речь поэтому ребенка сначала нужно научить пользоваться речевой функцией машина 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 понятно ну зайди что это и я да машина молодец только после этого подключается логопед а также нейропсихолог и психолог если ребенок с аутизмом плохо воспринимает информацию на слух или у него плохое понимание речи а нарушение рецептивной речи достаточно часто сопровождает аутизм то необходимо проводить слуховые терапии томатист и акустическую коррекцию обязательная программа при аллогии кроме развития моторных функций сразу начинается с занятий с логопедом так как при аллогии первичными являются именно речевые проблемы с 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 И у нас Анастасия Владимировна Олухова, из Москвы, «Быстрый старт». Основные принципы эффективной помощи на примере программы ОСЕР. И я хотела бы вам сказать, уважаемые коллеги, мы чуть-чуть задержались с нашими докладами, поэтому стараемся удерживаться во временной кратко. А, иначе мы полобеда будем слушать доклады наши. А можно попросить вас, если вам перерывы, и, конечно, потому что люди начнут оборвать. Добрый день. Меня зовут Олухова Анастасия, и я работаю педагогом-психологом в городском психологе-педагогическом центре Департамента образования города Москвы. И сегодня я бы хотела рассказать про опыт реализации программы ОСЕР в нашем центре. В нашем центре существует модель сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра раннего и дошкольного возраста. И эта модель включает в себя несколько компонентов. Во-первых, это работа с семьей, куда входят тренинг родительских навыков и программа «Ранняя пташка», про которую рассказывала моя коллега. Это «ФСЖАМ» или так называемый «Быстрый прыжок». Это как раз интенсивная программа ранней помощи ОСЕР. Это дошкольное образование. В нашем центре функционирует инклюзивная группа предковременного пребывания, которую также посещают дети с рас. Это сопровождение дошкольного образования. В нашем центре существует модульная программа психологи-педагогической помощи детям с рас, в рамках которой дети могут получать до 108 занятий и часов работы с различными специалистами центра. И также это методическое сопровождение, в рамках которого проводится дополнительное профессиональное образование педагогов. Сегодня я бы хотела рассказать вам про быстрый старт, про программу ОСЕР. Как уже было сказано, она была разработана в Соединенных Штатах Америки при Университете штата Юта. И эта апплевиатура расшифровывается как служба поддержки для людей с аутизмом, обучения, исследования и подготовка специалистов. В нашем центре эта программа появилась благодаря фронтов «Унаженные сердца». И в настоящий момент в этой программе задействованы 28 специалистов нашего центра. Данная программа в настоящий момент реализуется в шести территориальных отделениях, которые расположены в различных районах массовой инстрии. И данная программа содержит несколько основных компонентов. Самый центральный основной компонент – это непосредственно интенсивная программа помощи детям с трассом раннего и дошкольного возраста. Следующее направление – это консультирование и обучение семей, воспитывающих детей с трассом культивной технологии взаимодействия с детьми. Также это методическое сопровождение образовательных организаций и подготовка специалистов в рамках работы данной группы. Программа «СЕРД», в том виде, в котором она функционирует в нашем центре, рассчитана на один год. И глобальная такая большая ее цель – это подготовка детей к посещению образовательной организации. То есть за тот год, который у нас есть, мы стараемся сделать все возможное, чтобы при переходе от нас в детский сад ребенок показался максимально успешным. Программа реализуется при следующих обязательных условиях – это создание особой структурированной среды, это поведенческая основа вмешательства, высокорепенсивные занятия 15 часов в неделю. Один специалист на одной год у детей, и программу посещают дети до 6 лет. И также немаловажным условием является активное участие в включении родителей в реализацию программы. И есть несколько очень важных принципов реализации данной программы. На основании диагностики для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа в соответствии с теми дефицитами, которые у него есть, в соответствии с его сильными сторонами. Для каждого ребенка подбирается подходящая ему система коммуникации, и при необходимости ведется работа с нежелательным поведением. Сложные навыки разбиваются на простые части и отрабатываются в порядке усложнения. Детям предоставляется много попыток для обучения. И есть такой тоже важный принцип, что нет свободного времени. То есть мы стараемся устраивать учения в каждую активность ребенка. То есть во время игр с игрушками, во время сенсорных, в первоснате вы видите пример этой фотографии перекуса. То есть во время перекуса можно также дорого отрабатывать коммуникативные навыки. Большое внимание уделяется обобщению и поддержанию навыков. И в этом нам также помогает сотрудничество с родителями. Очень важно, чтобы родители поддерживали коммуникативные навыки, чтобы они были в курсе того, какая программа на данный момент для ребенка, какие задачи являются приоритетными. И также, если у ребенка есть программа по коррекции нежелательного поведения, чтобы родители также поддерживали стратегии, которые используются на занятиях и естественные для ребенка условия. Как уже рассказывал Слава, программа СЕРТ – это такой чемоданчик, такая активка отдельных методов, которые позволяют детям сразу эффективно и успешно обучаться. И из чего же состоит ежедневное действие, то, что делают дети непосредственно в нашей программе. Довольно часто проводится оценка мотивационных стимулов, потому что мотивация заинтересованность ребенка – это залог успеха. Это визуальная поддержка, которая помогает также ребенку быть успешным, самостоятельным. Большое внимание уделяется развитию коммуникации. Используется альбом активности, про который также рассказывали мои коллеги. Проводятся индивидуальные занятия с детьми. Также, по мере того, как дети обретают некоторые социальные навыки, начинают проводиться групповые занятия, потому что дети посещают нашу группу всего один год. И от нас они переходят в детские сады, где большинство занятий проводятся именно в групповой форме. Поэтому, как только дети, готовы обязательно включать программу групповые занятия. И также в наших группах происходят повторяющиеся события, так называемые рутины, куда входят ритуалы приветствия, прощания, перекусы. Ну и также это могут быть еще какие-то инфраструктуры, которые в вашем центре могут быть своей. Это могут быть заряды, это могут быть совместные игры, совместное чтение книг. Мы помним, что один из основных дефицитов у детей с раз – это сложности в социальном взаимодействии и коммуникации. И многим детям требуется подбор системы альтернативной коммуникации. В наших группах это в основном известная система ПЕМС-система обмена изображениями. И также это коммуникативные доски. Это система, где используются указания на изображения. И хочется еще раз остановиться на важности работы с родителями. В программе ОСЕРД с родителями проводится индивидуальные консультации в программе ребенка. Проводятся групповые встречи с родителями по обучению отдельной технологии, в папках отработки взаимодействия, отработки родительских навыков. И также в настоящее время обязательным условием участия в программе ОСЕРД является участие родителей в программе Ранняя Пташка. Что же случается после того, как дети заканчивают нашу программу? Мы стараемся поддерживать наших выпускников. И у нас есть два таких больших основных способа, как мы можем это делать. Во-первых, это методическое сопровождение образовательного процесса в детском саду, куда переходит ребенок. К запросу образовательной организации наш центр проводит обучение педагогам технологиям работы с детьми СРАС. Центр оказывает помощь в организации средств, а также может проводить консультирование педагогов по запросу. И также дети, которые закончили курсы обучения в программе ОСЕРД, могут продолжать посещать наш центр. Они могут участвовать у нас по модерной программе и получать до 108 занятий в городе с различными специалистами центра. В настоящее время, с сентября, у нас идет уже третий набор программ ОСЕРД. И мы подвели некоторые итоги, собрали некоторую статистику и обнаружили, что у нас есть некоторые, не хочется называть их сложностями, скорее задачи, которые в настоящий момент требуют решения. На данный момент средний возраст детей, посещающих группы, это 4 года 2 месяца. Однако, особенно в последнее время, мы получаем большой процент отказов от родителей таких детей. То есть, казалось бы, родители заинтересованы в такой уникальной, в такой интенсивной программе, но часто дети в возрасте 4-5 лет уже посещают детский сад или еще какую-то образовательную организацию, либо дети имеют наборы с каких-то различных занятий у разных специалистов, и часто родители оказываются не готовы отказаться от тех занятий, которые есть, даже ради посещения такой уникальной группы. Наибольший запрос мы получаем от родителей детей 6 лет. То есть, это дети старшего дошкольного возраста, которые планируют поступать в школу, и родители таких детей очень сориентированы на то, чтобы успешно подготовить ребенка к школе, они готовы к интенсивной программе. Но в данный момент наша группа ориентирована скорее на детей раннего и младшего дошкольного возраста, поэтому у нас пока обсуждается возможность создания групп нацельных у детей 6 лет, которые будут готовиться к школе. В настоящий момент самый младший возраст ребенка, посещающего в группу 2 года 3 месяца. И мы видим задачу, в том числе, в снижении среднего возраста детей, посещающих группу, в сторону более младших детей, потому что дети 2-3 лет – это по большей части дети, которые еще не посещают образовательную организацию, у которых еще нет большого нафора занятий. И как раз родители таких детей оказываются более готовыми включиться в такую интенсивную программу. Однако на данный момент мы сталкиваемся с тем, что таких детей приходит довольно мало, то есть мы предполагаем, что это связано с низким уровнем информированности родителей, а возможности посещения такой программы и работать в таких группах. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Тогда все комментарии, вопросы в конце, если у нас остается время. Вы все видите докладчиков, докладчики точно остались после окончания этой программы, нашей секции, можно подойти, и мы приглашаем следующего докладчика, и у нас это Анна Сергеевна Городова из города Саратова, формирование различной формы имитации детей с воспроизводством пластического спектра. Дальше мы идем по программе, у нас все стабильно. Ваши следующие докладчики. Скажите, пожалуйста, следующие докладчики, Татьяна Николаевна и Елена Сергеевна, если это есть, объявитесь, скажите, вы свою презентацию положили в какой компьютер? В новой. В уславок. В уславок, хорошо. Работает именно в этом, который здесь, в среде технических розов. Как вам удобнее тогда нам подсудить? Нашла, слышите, замечательно. Спасибо. 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 Добрый день всем участникам конференции. Позвольте представиться, быстренько. Я вот это все, что тут, собственно говоря, написано, кроме того, я мама ребенка, многие из нас пришли в эту сферу, с личными, сначала, ценностями. И эту презентацию помогал мне, собственно говоря, подготовить ребенок, который в теме аутизма больше, чем я так не отдавал. Поэтому, извините, если где-то что-то не было. Итак, тема, о которой мы будем сегодня с вами говорить, это формирование различных форм имитации у детей с расстройствами аутистического спектра. Не буду останавливаться на экономии времени, что такое имитация, о том, что это важно, что это нужно, знают из нас, наверное, все, и все знают о том, с какими сложностями по ходу формирования имитации столкнулись мы, работая с людьми аутистического спектра. Исследований на тему имитации было достаточно много. Общеизвестно, что, собственно говоря, именно имитация с позиции биологии отличает наиболее развитых млекопитающих, а людей, формы имитации, которые есть у людей, они не присутствуют в огромном, в большом количестве млекопитающих в принципе, известных именно в принципе. Подражания его формы развиваются по этапу. Мы знаем, что также уже неоднократно говорилось. И для детей из развитых стран выделяют единые возрастные периоды формирования разных этапов имитации, которые отражают так называемый, ну, будем использовать пока не ушел этот термин, норматичные публики млекопитации. Я предлагаю немножко другую вам периодизацию имитации. Мы все знаем ту периодизацию развития ребенка, которую нам предлагал Эльфорда. Но если рассмотреть периодизацию развития ребенка с позиции развития этапов имитации, форм имитации, которые существуют, то получается периодизация немножко другая, не такая, как нам известно. Там получается 9 этапов имитации. В каждом из них есть от этапы, но вот главные выделяются 9 этапов, и один, кто имитационный, нулевой, так называемый, период. Итак, нулевой период – это возраст в норматипичном антогенезе с 2 до 6 месяцев, когда ребенок совершает некое спонтанное действие, мама за ним его повторяет, взрослый копирует, ребенок опять повторяет. То есть получается, как уличные качевки, знаете, которые с одной стороны и с другой стороны. В какой-то момент становится непонятно, кто кого копирует, ребенок копирует, маму, или мама копирует, ребенок. Так развивается способность к подражанию как таковая. В дальнейшем присутствуют первые этапы имитации, на которых мы уже можем видеть и на первом этапе, и на втором этапе, как у детей с расстройствами аутистического спектра начинают возникать первые нарушения этих этапов. Обратите внимание, что на втором этапе, там где идет переход от лебедок в выделение звуководражений и первых аморных слов, очень важен эмоциональный контакт со взрослыми. У детей аутистического спектра эмоциональный контакт здесь уже очень часто нарушен. Но, однако, проявления аутизма еще не так видны. И, соответственно, нарушение имитации уже есть, но, однако, об аутизме, скорее всего, еще никто не говорит. В моей практике был один единственный ребенок, которого привели в возрасте 10 месяцев, со словами, наверное, у него аутизма. Не знаю, может, у кого-то было больше. На третьем этапе возникает биполистная специфика формирования аморфной речи. Или задержка формирования аморфной речи, она, в принципе, остается часто даже на долебедном периоде на звукоподражения. Или же наоборот сложные слова проявляются очень рано, и ребенок сразу начинает говорить со сложной слововой структурой, а при этом этап аморфной речи, который, естественно, для детей, он отсутствует. Ограничение поисководражания, имитации крайне видны и в отдельных областях становятся навязчивыми. На следующем этапе, опять же, продолжается биполистная специфика, и одни формы воспроизведения, отсроченное воспроизведение формируется зачастую даже раньше, чем у детей с норкотипичным бантагенезом, а другие, наоборот, не формируются. Посмотрите, здесь в нормативе осуществляется качественный скачок. Ребенок может повторять не только то, что он только что увидел, не только с тем предметом, который для начала. Ребенок нужно, если постучать ложкой, мама, дай ложку, я постучу, это же ложка. Если барабан, то этим же барабанчиком. Если попить, то из этой же конкретной там чашечки. На этом этапе нормативичной бантагенезии возникает такой момент, что ребенок может подражать не только по прямому, образцу, но по отсрочному. Проехали в коляске, ребенок посмотрел там, дети потом ели в коляске, копали, на следующий день он дома берет ложку и начинает в кашке, на подоконнике делать то же самое. Именно на пони вот этой имитации начинает усложняться речевая имитация. Вот это самая отсроченная имитация. У детей, у девчатого спектра часто нет. Когда мы переходим к пятому и шестому этапов имитации, здесь нарушения уже становятся практически очевидными. Уже явными даже для тех, кто ждал, давайте дождемся трех лет, заговорим. Здесь уже нарушения идут не только по речевым моментам, но в основном родители, которые не в теме, они обращают в первую очередь внимание на речи, конечно же. Но возникает огромное количество нарушений имитационных процессов. С точки зрения речи хочу обратить внимание не только на нарушения речи, такой как эхололия. Не забываем о том, что в нормативе в два года эхололия начинает угасать и к двум с половиной годам она практически полностью исчезает. В данном случае мы очень часто наталкиваемся на то, что этот этап имитации, который, естественно, мы с вами все способны эхололии, правильно же? Мы иностранные языки с вами начинаем учить все через эхололию, правильно же? Но, однако, в нормативе мы эхололию не используем. Дети аудиотического спектра начинают застевать на этом этапе имитации, не переходя на следующий. Для чего я обращаю на это внимание? То, что если освоим какой-то этап имитации, это не означает, что, переходя в следующий, он предыдущий у нас отмирает. Он у нас остается, переходит просто в следующую уже формулу. У детей не возникает сюжетно-рогревая игра. Зачастую не формируется имитация сложных эмоций, и вслед за этим утеревается понимание этих эмоций. На седьмом этапе прогрессирует речевая имитация. Возникают собственные обороты на фоне услышанных оборотов. У детей аудиотического спектра здесь также идут нарушения. Имитируется в основном беспредметная игра. Дети остаются на уровне догонялых. Они играют, вроде бы, со свеженьями. Ну как же, он не играет. Я в обоживаю на детскую площадку, он мне бегает. Бегает. И катается, смеется, катается с горки. Нет кризиса самоидентификации. Вот этот «Я сам!» Я увидела, как мама с папой делали. Я сам, я не у нее завязываю эти штуки, но я сам буду полчаса стараться их зашвуровать. У детей аудиотического спектра этот первый этап, первый кризис самоидентификации, который возникает на основе именно развития этой формы имитации. Имитации седьмого этапа не возникает. И восьмой и девятый этапы у детей аудиотического спектра по всем этим этапам имитации практически 90% вероятности были нарушены. При этом я подозреваю, что на самом деле там есть еще более развитые этапы имитации, но пока обследование подростков у меня еще находится на этапе сбора информации и обработки ее, поэтому я думаю, что это еще даже не окончательный ход этой таблицы имитации. Искажение формирования какого-либо этапа имитации ведет к нарастающим нарушениям формирования последующих этапов и даже к прекращению формирования следующих этапов. При этом что у нас происходит? Если на каком-то этапе имитации ребенок затормозился, произошло какое-то торможение, этот этап начинает как бы регрессировать. Остаются отдельные включения более высокого этапа имитации, но ребенок начинает спускаться, и у него базовый уровень имитации становится более низкий, чем даже уходим. По предварительным оценкам обратите внимание, что когда есть структура, собственно говоря, этих нарушений имитации, очень маленький процент того, что свойственно именно детям аутистического спектра. Практически все остальные нарушения имитации также могут встречаться при задержке психологического развития, при синдромальном детках, там синдром Драуна или синдром Драуна, это очень интересно, при Мартина Белла. То есть существует огромное количество нарушений, которые присутствуют не только именно у детей аутистического спектра. Но существует у детей аутистического спектра немножко вернуться некая мозаичность и спонтанность формирования этих этапов, а также крайне высокий темп утери вот этих имеющихся навыков, прямо резкая такая мозаика, которая не присутствует при других каких-то состояниях. что нужно при формировании подражаний у детей с расстройствами аутистического спектра? Ну, определить базовый уровень, то есть тот, на котором находится ребенок, тот, который у него наиболее сохранен, как бы отметя остаточные явления более высоких этапов подражания. Дальше закрепить полноценное подражание того уровня, на котором ребенок находится, и антогенез есть антогенез, двигаться дальше по ступени вот этой имитации. Базовая имитация, не буду на этом долго останавливаться, базовая имитация может осуществляться или тестирование, уже разработана система, как это можно сделать, как можно это проверить. При этом варианты и подсказок, и без подсказок, и варианты в разных ситуациях. То есть там должно все это фиксироваться и проверяться, выделяться таким образом, как вот я предлагаю, уровень имитации, который есть у ребенка. Для чего нам нужно, чтобы с несколькими подсказками и несколько вариантов взрослых предлагали одно и то же задание? Потому что может оказаться, что у ребенка есть этот этап имитации, но, возможно, из-за каких-то личных эмоциональных особенностей, скажем, вот этой тете не подражаем, а вот это будет один. Некоторые примеры выбора методики в зависимости от того, на каком этапе имитации базового у нас окажется ребенок. Если на нулевом этапе, это как вариант, я не говорю, что она одна единственная, но как вариант, хорошо работает методика Сандрайс. Сандрайс. Там, где, помните, нулевой доимитационный этап. Там, где ребенок что-то делает, а мама присоединяется и начинает делать то же самое, пытаясь заинтересовать эмоциональную вот эту вот составляющую. Если на первом этапе развивать, познавать неспособности нам нужно ребенка, соответственно, здесь как вариант сенсорной терапии и плантый переход к словтайну, когда ребенок к этому готов. Я не знаю, что после этого сенсорная терапия положили на полочку и при нем забыли. Многим детям сенсорная терапия нужна долгие годы. Но, как основа, я просто предлагаю вот так варианты, как можно выбирать методик. Собственно говоря, немножко отступлю. Вот эта вся система имитации, о которой я вам сейчас говорю, она возникла, потому что приходит ребенок, мы прошли два года флоттайма, ребенок, где был там остался. А мы прошли два года ЭБИ-терапии. И я вижу ребенка, который из мусора потолка нужно снимать. Я говорю, господи, что такое ЭБИ-терапия нашли. Да? После этого. А у нас четыре года сенсорной терапии, но никаким другим методикам мы даже еще не перешли. Ребенку свежего. Денька. Нормально, да? Я говорю, а сколько когда готовиться будем? По сенсорной терапии продолжать. И получается, что у кого-то работает, вот какая-то методика, а какая-то нет. Вот я предлагаю, представляю, как с помощью этапа имитации можно помочь выбрать родителям и специалистам, на какую методику опереться. Не одну и одну единственную, но просто как базис сделать. На третьем или на втором-третьем этапе находится, собственно, граффлоттайм у нас основа становится. И эффективные, директивные методики, поведенческие, тичь, когда ребенок достигает четвертого уровня имитации. Там до того просто не с чем работать. И самая последняя информация это переход от лепетых аморфной речи с позиции развития имитации. Предпосылки имеются. Негативная потребность. Первые аморфные слова закрепляются в имитации. Аморфная речь мы никуда не денемся, она нужна. Да, нет. А, гречо. Мама, да? Бух, упала. Имитация коммуникации. А у детей с Ростовского аутического спектра нарушение по всем данным параметрам. Соответственно, попробуйте методику двигательной, моторной постановки. Покажу одно единственное упражнение. Ребенок прыгает. У меня голос громкий, я думаю, все услышат. Девять лет преподавания имитации. Ребенок прыгает. Ребенок прыгает. Нормальный процесс. В этот момент мы начинаем просить его говорить А. Практически все дети могут сказать А. А, при этом если резко опустать голову и резко бахать руками, ау, лэ получится польский вариант, не зубный. Но при этом, ау, ау, попробуйте сами добрый. Так можно поставить практически все звуки. Обращайте внимание, нам не нужно зрительник так-дак. Нам не нужно внимания и звук. Так можно поставить больше 5 звусов. Всегда рады к сотрудничеству, обращайтесь. Вот. По контактам, да, обращайтесь всегда рады к сотрудничеству. И, ой, извините. И последнее вам маленькое пожелание. Возможно, все просто на невозможной нужной попозже времени. Чем-то я желаю. Итак, мы с вами продолжаем нашу работу. И я приглашаю Татьяну Николаевну Лукьянову. Организация сенсорной среди детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Лукьянова Татьяна Николаевна. Мы тут в Смоленске. В центре диагностики и консультирования. В данном центре я работаю почти 30 лет. Со дня его основания. Наша образовательная организация почти 30 лет занимается дошкольного возраста и младшего школьного возраста. Контингент обучающих для нашего центра – это дети с ограниченными возможностями здоровья, различного генеза и различной степени диагностики, а также дети с расстройствами аутистического спектра и поведенческими нарушениями. На сегодняшний день в нашем центре также есть дети с тяжелыми, сочетанными, с тяжелыми нарушениями развития. На сегодняшний момент я работаю в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми, множественными нарушениями развития. Я практик, поэтому я коротко хочу поделиться своим опытом о немаловажной, одна из немаловажных проблем, которые существуют в работе с такими детьми – это организация среды для детей с расстройствами аутистического спектра. В связи с вышесказанным, главной задачей перед педагогами и специалистами центра – это является профилактика и коррекция эмоционального неблагополучия, а также забота и сохранение психологического здоровья детей через создание специальных образовательных условий. Если коротко, я хочу рассказать о том, что одной из основных современных технологий, которые мы используем в своей работе, это технология сенсорной интеграции. Применяя в коррекционно развивающем процессе данную технологию между педагогами и специалистами центра, они все ориентированы на командный подход, и в своей работе мы используем современное оборудование. С целью коррекции и профилактики недостатка в развитии наших воспитанников в группе создана, обратите, пожалуйста, внимание, определенная особая предметно-пространственная среда. У нас также существует кабинет учителя-магопеда, педагога-психолога, сенсорная комната. Все помещения, оборудование, игровой комнаты, кабинет учителя-магопеда, педагога-психолога, оснащено на развитии чувствительного опыта ребенка. Ребенку предлагается взаимодействовать со специально оборудованным помещением, где он совместно со взрослыми выполняет определенные упражнения, развивая тем самым развитие чувственный опыт ребенка. Также, обратите, пожалуйста, внимание, что ребенку предлагается различное сенсорное оборудование. Также в группе, извините, тороплюсь побыстрее, имеются различные у нас тактильные панели, которые, вот сейчас вернусь обратно, обратите внимание, они располагаются на стене, где дети могут свободно подойти, потрогать, пощупать, поиграть. Панели все прикреплены к стене для безопасности детей, чтобы детям было удобно действовать с этими панелями. Свою работу по сенсорной интеграции мы осуществляем по нескольким направлениям. Это специально подобранные дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию, продуктивные деятельности, это в рисовании лепки, аппликации, конструирование в ручном труде, в повседневной жизни, в процессе непосредственно общения с ребенком. Занятия также в развитии элементарных математических представлений, также на развитие физического и моторно-двигательного развития. И также мы используем для индивидуальных занятий по заданиям специалиста, учителя логопеда и педагога-психолога. Вот вкратце я не буду подробно останавливаться, просто назову те тактильные панели, то об этой части. Это малая часть того, что мы ежедневно используем в работе с нашими детьми. Это тактильная панель домино, лабиринт цветов, выпуклое геркало, цветные круги, замочки, настельно-тактильная панель, где закрепляются цвета, тактильные ощущения и так далее. Дальше. Мы также используем, вы уже, наверное, знаете в своей работе, тактильная дорожка. Она состоит из семи модулей с различными тактильными наполнениями для развития как из наших тактильных ощущений и даже профилактики плоскостопия. Большое внимание в работе с этими детьми уделяем мы развитию мягкой среды. Используем различные буфы, мягкое оборудование для безопасности и легко трансформированного помещения. Вот у нас дети очень любят лежать и сидеть, наблюдать за происходящим. На этом пуфе он называется остров. Также вот мы используем различные мягкие модули. В своей работе мы также используем балансировочные дески для развития вестибулярного аппарата. Дети с удовольствием выполняют задания. Еще несколько слов хотелось бы сказать о таком оборудовании, как прозрачный мольбер. Вы, наверное, коллеги все знаете об этом оборудовании и часто, наверное, используете это. Это оборудование многофункциональное. Мы используем чаще, мы используем даже во время адаптации наших ребят в нашем учреждении. Используем для коммуникативных навыков. Если, например, взрослым начинают рисовать, ребенок продолжает рисунок. И тогда налаживается контакт с ребенком. Ребенок быстрее реагирует на задания педагога. Также несколько слов хотелось бы сказать, что в процессе коррекционно-развивающей работы мы используем, так все немецкого эрготерапевта Олы Кислин, который утверждает, что без развития сенсорных чувств невозможно полное созревание головного мозга. И правильная его организация. На основе кислин были разработаны такое, как яйцо савы, мы постоянно используем, и чулок савы. Также в своей работе мы успешно используем коррекционно-развивающий комплекс с видео-биоуправлением и моком. Хорошие игры, включенные в данный комплекс, представляют широкие возможности в обучении и воспитании детей сразу. Ну и эффективность работы. Опыт работы показал, что правильно подобранная технология с учетом индивидуальных технологических особенностей детей с тяжелыми множественными нарушениями развития и сразу дали небольшие такие результаты. Но зачитывать не буду, каждая видит на слайде. И хотелось бы несколько слов сказать, что у нас очень ведется большая работа именно с родителями наших воспитанников. Они участвуют у нас в коррекционно-развивающей работе, участвуют также в непосредственно образовательной деятельности, они присутствуют на занятиях, помогают нам. И в основном это в период адаптации, а также во всех мероприятиях воспитательного плана, в основных личных семинарах. Ну вот и вкратце то, что я успела вам коротко разогнать. Спасибо вам за внимание. Все очень хорошо вы сделали. Спасибо большое. И у нас с вами последний доклад на сегодня. Добрый день. Мои коллеги уже рассказывали о модели помощи детям с расстройством аутистического спектра. Я тоже участвую с участием ранее в Дашке, а ЦЕРТ очень люблю. Но сегодня я расскажу немножко о другой составляющей нашей помощи. Это модульная программа. Дело в том, что не все дети могут получить ЦЕРТ, это такая эффективная помощь, это достаточно ограниченное число детей. А многие дети ходят заниматься в наш ЦЕРТ, очень большое количество детей с РАС, и им тоже нужно оказывать хорошую квалифицированную помощь. И для этого, в общем-то, была разработана модульная программа. Если раньше специалисты работали разрозненно, ни в одном подходе, дефектолог, логопед, психолог, то теперь у нас такая единая программа, о которой я сейчас и расскажу. Вот такое длинное название. Комплексная модульная коллекционно-развивающая программа помощи детям с расстройством аутистического спектра, нарушения в коммуникации и поведения тяжелыми множественными решениями развития раннего и дошкольного возраста. Почему такое длинное название? Потому что часто дети приходят без диагноза, и такое подробное описание названия помогает им получить им нужную программу. Основные принципы реализации программы. Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа, есть единый базовый протокол формирования навыков, многократное повторение каждого навыка, есть совмещение индивидуальных групповых форм, принцип безошибочного обучения мы используем, и есть всегда генерализация каждого навыка. Что значит комплексная модульная? Допустим, когда мы начинаем программу, мы хотим построить такое здание, хорошее, заложить фундамент, знание, умение, навыки компенсировать дефицит, который мы пришел. Ну и выходит так, что у педагога-психолога есть какой-то набор своих строительных материалов. Если будет он строить один, пытаться такое хорошее здание, вряд ли это выйдет. Также учитель-дефектолог, он привязан к своей сфере развития ребенка, и в одиночестве он не сможет построить такую комплексную подстройку. То же самое может сказать учителя логопеда. Комплексная программа подразумевает, что все специалисты работают в одном ключе, что все сферы в этой программе охвачены, есть единый подход. И модули подразумевают собой большое количество блоков. Блок имеет каждый в своей задаче. Одно и выходное тестирование, в случае математический план, это как, ну, такая единица структуры программы. Поэтому можно очень гибко подходить к состоянию программы для каждого ребенка, беря наиболее адекватные и эффективные блоки для его развития. Ну, у каждого из нас, у каждого специалиста есть свои кубики. У педагога-психолога 9 блоков. Это сенсорика и самовосприятие. Тут вот три блока, и они являются как бы фундаментом для дальнейшей работы на модели психического. Тут тоже будет перечислено, чтобы знание эмоций, понимание ситуативно обусловленных эмоций, понимание механизмов получения информации. Также педагог-психолог работает над развитием коммуникации. Здесь у нас три уровня. Учитель-дефектолог у нас имеет даже 25 кубиков. И тут было очень много всего, но я вот что-нибудь буду читать, даже вы можете посмотреть. Ну, это имитация, визуальное восприятие, функциональная игра, игровая деятельность, понимание речи, много-много всего, крупная мелкомоторика, самообслуживание, сенсорное развитие, глобальное чтение, графомоторные навыки. Учитель логопеда 9 кубиков или 9 блоков. Это понимание обращенной речи, 4 уровня сложности, подражание 2 уровня и лексикон 3 уровня. И есть один общий кубик, который может использовать любой специалист вне зависимости от специализации, но прошедшее необходимо обучение. Это альтернативная коммуникация на основе системы ПЭПС. Почему эта система? Потому что она наиболее у нас распространенная, есть очень хорошие методические пособия и можно пройти обучение. Как выбирается нужный блок? Ну, вернее, не один блок, а каждый специалист может в работу брать от одного до трех блоков с ребенком. Ну, ребенок приходит на психолого-педагогическое консилиум, и там очень важно определить его навыки, дефициты и приоритеты работы. То есть, если это ребенок с тяжелым множественным нарушением, то у нас, как традиционно, дефицитолог получает наибольшее число занятий. Дальше ребенок приходит к специалисту, и тут важно выбрать наиболее подходящие для него блоки. И здесь у нас две отправные точки, это возраст, ну, вот вы видите, подразделение, да, до четырех лет первая группа. Чаще всего к нам приходят дети трех лет, но, в принципе, есть блоки, которые могут пригодиться для детей двух, двух с половиной лет. Четыре возрастные категории, но мы знаем, что возраст при расстройстве патчетического спектра совсем не показатель, и при одинаковом возрасте очень разные наборы, мы видим, навыков у ребенка и также дефициты, выраженность дефицитов. Поэтому у нас есть четыре группы. Ну, вот, читаем первую и последнюю. Первая – это дети без выраженных познавательных нарушений, со сформированной устной речью, которые имеют трудности с коммуникацией. Дальше все усложняет, вторая третья группа, более серьезные нарушения и дефициты. И четвертая группа – это дети с выраженными нарушениями познавательного речевого развития, с группами нарушения поведения и коммуникации. И таким образом у нас получилось 16 групп в зависимости от возрастной категории и от того, как развиты навыки у ребенка. Это помогает специалистам, потому что каждому блоку прописано, какие группы рекомендованы для использования этого блока, какие группы детей не подходят. Ну вот перед вами диагностика, это дефектологический блок. Тут у нас блок расстеленное внимание и ориентировочные реакции. И вы видите, диагностика, как происходит, выделено три навыки, они основные. Первый – очень простой, демонстрирует реакцию. На автоп. Тут плохо видно мне, естественно. Вы можете тогда не зачитывать. Ну хорошо, я тогда правильно скажу. Скажите, откуда она взятая или вы сами ее взяли? Да, эту программу сами сделали. Ну, в частности, дефектологический блок у нас многие специалисты имеют физическое образование и оттуда тоже много взяли. И тут есть три навыка. Простой, более сложный и самый сложный. И такая вот оценка здесь идет уровневая. Чем сложнее навык, тем больше он получает баллов. Оценивается первичное число баллов и итоговое, то есть когда ребенок уже заканчивает занятие по блоку. В зависимости от количества баллов, верхняя табличка показывает нам, рекомендован ли этот блок, или нужно пройти блоки до этого блока сначала и сформировать там навыки. Либо этот блок уже сформирован, но он нам к работе не идет. Ну и вот большая таблица, вы видите, там перечислены все блоки дефектологического модуля. Есть также два столбика для первичной оценки и для итоговой. То есть можно посмотреть динамик. И вот есть рекомендация по группе детей, которым использовать это нужно. Она вот сбоку. Ну и каждый блок характеризуется, как такой строительный комик, основными такими характеристиками. И всегда перечислены основные навыки, которые формируются в этой задаче. Есть минимальные требования. Для каких-то блоков они очень маленькие, для каких-то требуются навыки предыдущих блоков. Есть особые указания, например. Ну какой-то блок может не использоваться для детей, которые склонны поедать несъедобные предметы. Объем блока от 18 до 72 занятий. Учебно-тематический план есть. Группа детей перечислена, которым рекомендовано. Вот такие вот пять характеристик есть у каждого блока. То есть маленькая отдельная программа, по сути. И, как я говорила, есть единый протокол по формированию навыка. Вот он вот так выглядит. Ну здесь опять же дефекологический модуль, разделенное внимание, ориентировочные реакции. Вы видите навыки перечисленные, которые будут формироваться. Варианты усложнения есть. Тут более сложные инструкции. Вот это описание процедуры формирования навыка. То есть три стапа, и на каждой стапе формируется навык ответа ребенка на более сложную инструкцию. Срочную. И это последний слайд. Я прямо скупаю, даже раньше времени. Значит, и последний слайд. Это, вы видите, здесь описано, какая может быть подсказка по формированию этого навыка. В данном случае физическая. И затем происходит задержка подсказки для развития самостоятельного ответа ребенка. И, я говорила, что каждый блок обобщается, генерализуется, каждый навык. И здесь мы видим, что она отрабатывается на разных предметах и разных условиях. И также дома тоже задается задание родителям отрабатывать. В общем, это все. Спасибо за внимание. Можно представить, где вам нужно найти. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Владимир Витальевич. Как мы подведем какие-то итоги, предположим задать вопросы. Мы, на самом деле, те, кто хочет просто встать и уйти, есть ли они могут это сделать. Формально у вас на 6 минут уже задержать. Но, в принципе, будет как-то нелогично, наверное, закончить. Я просто передам. Я в этом, наверное, стараюсь говорить. Итак, коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы, которые вы хотели бы разрешить? Кому-то из выступающих до этого. Ну, или, так сказать... Потому что у нас получилась большая сложная сессия. Она прям вот, да, вот часть моих славянок, прямо оттуда были, да, потому что как вы во всем этом разбираетесь, я прям даже и не знаю. И, соответственно, я не знаю, как вы пояснили? Ну, у нас было довольно много многогранного опыта представлено, да, но при этом, я думаю, что у нас были доклады, которые все-таки следовали неким правилам выбора методов, которыми мы работаем, да, и мне хотелось бы напутствовать нашу секцию, закончить нашу секцию как раз тем, что, дорогие друзья, как я всегда говорю, иногда нам очень хочется самостоятельно разрабатывать, затворить что-то, это похвальная абсолютно история, да, но когда перед нами стоит задача помогать детям, наша задача выбрать такие методы, которые уже все-таки исследованы, доказаны, описаны, разрешены применением. Мы не имеем права экспериментировать. Просто мне хотелось бы, так вот, каждый из вас тут задал вопрос, когда вы лежите на столе у хирурга, который аппендицит вам должен долить, как бы вам хотелось, чтобы Крич вот прямо сейчас придумал, как он это сделает, или все-таки сделал то, что вы знаете, точно помогает. Вот это вот, то же самое относится к тем детям, которые наши дети, чужие дети, но все равно общие наши дети. И, наверное, с этим напутствием мы вам пожелаем дальнейшей хорошей работы на предстоящую не менее интересной институционной столбе, а завтра посещение. Все вспомнили, что нужно над этим даже записаться. И тогда благодарю вас всех за такую интенсивную работу. Всего доброго. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.